Буквально наплывает, в книгах помещено 3467 моих стихотворений, а не по 9 куплетов, где около 80 положено на музыку. Я сейчас считаю, смотрю, ну моя подпись, да, это, я не могу сказать, что не мое стихотворение, а больше чужое себе присваивают, а это мое-то. Почему мы лукавы, когда, говорит, помолитесь за меня, уезжаю, но не скажем к соседу Иерусалиму, я вернусь через жизнь к урожаю. Тут в каждом слове заложен таинственный смысл, называется экстраполяция событий во временной форме. И еще напротив слова Божия указывается, откуда эта мысль взята из Библии. Дальше игла, это Игнатий Лапкин, и Аллах с большой буквы. Я даже из этого выживаю смысл. Кратко, слово «игла» в Библии встречается только один раз. Слова мудрых, как гвозди, как иглы, которые сшивают, соединяют. И Бог вот это дает, и просто, я сейчас когда считаю стихи, я их не могу признать, это настолько выше уровня моего развития, образования, и просто, это Господь так сделал. Тут даже мало стихов, дальше их будет больше. Отдельная книга, стихов. Почему Духа Божия на некоторых иконах изображает в виде голубя? Вот вопрос. Дальше, что я на него отвечаю? Почему? Или почему игра в карты – это грех? В какие игры еще нельзя играть, и почему? Студенты задают вопросы. Дальше я даю вот полный ответ, что об этом говорит Библия. И дальше вот черный жир называется курсивом – это Библия. И опять вопрос. Почему нельзя танцевать? Сказано ли, что об этом в Библии? Ну, чего он ответит? Священник, если не знает. Я определенно отвечаю. На дне рождения Ирода танцевала его падчерица, и угодила тирану, и был обезглавлен дичайший пророк. Это событие настолько страшное, что я истолковывал его и святые отцы, не допускает и в мыслях разрешать справлять дни рождения пиры и танцев. Я должен знать святых отцов и сказать вот так. Отходится без этого? Дальше. Тут маленькие вопросы, короткие. А то есть, а тут есть такие вопросы, просто масштабные. И на них ответ бывает 10 страниц. Это из истории, каноны, каноны салфонами. Поэтому я знаю, что эти книги не просто не имеют аналога, а они и не будут иметь. Да можно кое-что составить, ответ им не дать. А дни рождения нельзя справлять? Нет. Ну, благодарить надо Бога. Вот мы как справляем. У меня день рождения 10 июня. Я заранее уже готовлюсь к этому. Стараюсь прочитать канон ангелу-хранителю. Как правило, канон написано. Поблагодарить ангелу, что сохранил мою жизнь. Я еще дышу, хожу. Поблагодарить Бога, чтобы мать мою жизнь не прервала. То есть, не было абортов. У нас 12 детей в семье было. Что Бог дал мне все необходимое, открыл мне веру. Я его благодарю и благодарю. Канон прочитать, там 9 песен называется. И если в этот день есть возможность кому-то помочь, подтвердить свою веру делами. Ага, это вот теперь второе уже издание. Видите, вышло какое. Вот которое вот это вот. А, так, положи пока. Это второе издание. Вот смотрите. И если возможности есть, причастись, сходить в храм и причастись. Испомеда себе. Это я отметил день рождения. Заслуги-то мои никакой нет. А пусть он отправляет тому. Зажигает свечи. Какая твоя заслуга? Вот человек, я спроси, ты прожил. Ты жизнь себе сам продлял. Сердцу давал биотоки. Нет. А что же отмечаешь тогда? Ты благодари, что Бог это дал. И воздай ему благодарность как Создателя. Это день, в котором я вот сижу на крыше, работаю. В этот день я перекрывал крышу как раз. И вот звонки, звонки. А звонки и на мобильный поступают. И на стационарный. А с стационарный у меня сдвоено с соседями. И она непрерывно там выбегает с этим звонком. Опять звонит. Опять звонит. Из Австралии, из Испании, из Израиля. И свои здесь рядом. А я никто. И у меня столько поздравлений. Наверное, не меньше, чем у Путина. Вот смотрите. Тетяна-то была на этом. Да, да. Это вот специально про евреев. Евреи любят золото. Вот золотого цвета и обложка. Все обдумано было. Евреи золото сегодня. Вопросы, ответы. Это вот наши в общем люди. Вот если показать здесь. Это я сижу, пишу стихи. А лошадь подошла. Подошла. И мне, у меня картонка, фанерка. И положила голову. Видите, подошла. Но она не привязана. Тут и так видно. Там котенок. И написано стихи. А лошади пишутся с натуры. Так это в Mail.ru выставлено. Там такой рейтинг ее высокий. Вот этой фотографии. Ее не сделаешь. Во-первых, ты стихи пишешь или нет. Дальше. Тут все одно на одно наложилось. Сидит человек. Видно в годах. Умудренный, может быть, опытом. Вдруг лошадь подходит. Губу положила ему на лист. Знаете, это все вместе. Композицию эту создать. Искусственно нельзя. Ее лошадь не приучит, чтобы она так подходила. И видно, что даже никакого внимания она не обращает. То есть это обычное явление для меня, что подошла лошадь. А стихи о лошади, там их просто надо прочитать. Они поются. Какая она? Лошадь и осел, а шаг ему. Все однокопытное в подполах. Для езды, не для еды, как стул. Там говорится о сравнении корова и лошадь. Корова и лошадь. Я сектаре написал. Тут один Виктор Савченко положил на музыку и исполняет бард наш. Бог сотворил много разных и хороших. Но корова во дворе начальник. Как у них в Египте было тысячелетие. Поклонялись, маялись как рвотным, а теперь их Бог лежит убитый. То есть они поклонялись быку, а Бог повелел резать быков. И все это о коровах и о лошади. А это в лагере бьют колокол. И это бьет племянница. Она в лагере выросла, в лагере детском-то. И прослезилась, все вспомнила. Стоит. Это как раз вот Игорь, вот он, его бракососочетание. Вот он стоит. Вот его невеста, значит, видать. Это его отец. Это мой брат протоиерей. Ну вот так у нас бракосочетание в церкви. Видите, какая красота, чистота. Никого. Вот сейчас не пришли одеты. Мне платье такое пышное. А вышел у нее все голое. Совершенно. Даже никаких грямочек нет. Сейчас привыкли, чтобы ты на груди держалась. Ну это даже говорить не надо. Вот он стоит как раз. Игорь. Батюшка. Здесь это его мама. Вот. Это такой как раз ктом, в котором видно. Это дети подходят к батюшке благословиться. Это мой брат. А это мы ездили в то место, где я в детстве вспоминал, как я был. Мне 7 лет было. И вот мы расположились. Здесь помидоры лежат. Розы там взяли с собой. Голосипеды, лага. Почему эти лага? Я был маленький, 6 лет. 6 лет это где-то был 45-й год. И видимо только объявили День Победы. Отец вернулся с фронта. Уже рука зажила у него. Это такая отнятая. С мамой. Отцу значит где-то было 35 лет. Ну и маме 32 года. Самые в силе они такие. Копный, копнят. А мне 6 лет, и на копну залез, а в лагу. Тогда не давали нигде, только в лагу, а сока. И они носят. Мама была очень сильная, проворная. Там мешки до 100 килограммов съедут. И она поднимет, там пол копны несет. Положит. А я сверху как кувыркнусь. А там облака кучевые. И такое желание, что нет ничего лучше этого. И никогда я не умру никогда. У него мама, не папа, а тятя звали. И теперь ни отца, ни матери нет. Я на это место приезжаю и вспоминаю, как все было. И привез своих братьев. Показать братья во Христе. Как это все было. Это дорогое воспоминание. Тут ничего плохого нет. Она природа. Камыши, бальки, кусты растут. Солнце светит. Веселые родители, помню. Искрятся лица от пота. Я 6-летний, все как отпечаталось в глазах. И когда бывает трудно дома, я поеду там, помолюсь, поплачу. А родители были верующие? А? Родители были верующие? Ну, отец был слабоверующий, потом обратился. Это Игорь Васвальев. Вот он со своей женой. Вот он стоит, снимает. Вот дети подошли поздравлять новобрачную. Это писатель к нам пришел. Я с ним беседую. А это вот кто музыку написал. Григо Савченко. Видите, вот книга. И сколько мне иллюстраций. Это дети. Я им дал голубей. Видите, как учатся, правильно обращаясь с голубями. Для ребенка это незабываемый момент счастья. Голубь в ее руках. Она о нем столько узнала сегодня. Это люди свидетельствуют. Обводим. Это я опять голубей. Видите, я голубятник. Мне интересно самому детям все показать. А это писатель пришел. Тут много снимков о нем. Очень хорошую книгу написал про Алтай. Это наши артисты ставят представление. Мой женой. Ну, такая сценка. Про брачащихся. Это брат. И вот видите. 23 том. Каждый том. Их 30 томов. Подкрытый моком. А есть разного цвета. Чтобы находить. Это немножко подпочтно. Это вот 28. 28 том. Каждый абсолютно том. Имеет в себе вопросы, ответы и проповеди. А это у нас потеряевки. Заведующая школой награждает отличницу знаком отличия. На дипятерке кончила. А это на огороде сажают наши сестры. Ну и брат тут копается. А это на пирсе, где купаются дети. Сидят еще рано купаться. Хоть ноги помочить. А это мои дети. Я с ними вышел на экскурсию. На этот парень. Ему нравилась девушка. Он поднес цветы. Ну, понюхает. Видишь. Как сказать. Ухаживает. Дети. Вот он. А теперь играю к бежу. Они играют. Уже играют. Она ему щелчки там дает. Где он проиграл. Это шалбанщик называется. А тут привезли Мария. Мария и Иван. Иван этот ни на кого. Никаких девок не смотрит. Он не учится играть на гитаре. И там русская печь. Я печник сложил печь. А Мария подошла. Она уже не первый год в лагере. Села напротив. И сфотографировали его. Смотри. Вот Иван да Мария. Вот свой кипрей. Ну, эти снимки. Показать просто нужно. Это совсем маленькие. Там тоже собирают. Это брат с сестренкой. Это дети. Это мы тут косим. А тут приехал пояс. А нет, я на него подвязываю. Это у нас деревня. Это видите, вот. Володя проповедует. И такая женщина. И ей, конечно, нелегко. А это от тебя зависело. Это все пришло через рот. Ни на кого не надо роптать. Я когда с кем беседую, я сразу узнаю, какой твой рост, какой вес. Ну, ты скажешь, рост это метр шестьдесят, допустим, два. Шестьдесят два. Ну, сто семь. Отнимай, вот твой вес. Ты должна быть не больше пятидесяти семи килограмм. Все остальное, чужое мясо на своих костях. И тебе будет так тяжело. Ты будешь болеть, у тебя начнутся разные гипертонические кризисы. Диабет начнет тебя донимать, свербить. Ничего этого не надо. Когда я сильно раздражаю людей, я знаю, это когда начинаешь жалко. Почему я не буду жить? Я могу говорить, потому что мне восьмой десяток лет идет. Я вообще не болею. Они говорят, как так не болею? Не болею. У меня прекрасный сон, желудок все перерабатывает. Ну, мы вот видим, двуразовое питание. Никакого мяса в помине нет. Никаких консервов не допускают. Зелень. Варим, варим. У нас здоровая, крепкая пища. Здоровый, крепкий сон. Подвижное тело. Хорошо сгибаются суставы. Понимаете, как? Ты научишься в этой жизни жить красиво, интересно, азартно. Чтобы у тебя буквально все горело в руках. Чтобы ты был интересен своими талантами для другого. И в людях тоже найди этот талант, который тебя привлечет к нему, желанием встречи еще раз встретиться. Мы все разные. И это хорошо. Это все от Бога. У вас, может, какие-то вопросы есть? Я не знаю даже, что за... Может быть, просто хотели бы узнать ответ. Вот если дети болеют, к бабушке ходить. Бабушки больные? Нет. Если ребенок заболел, их бабушки. К бабушке. Намерство запрещено. Запрещено. У нас только два врача. Один врач пойти в церковь к священнику. Написано, помолятся на них. Это собор называется. И другой врач поликлиника. Ну, молись, говорит. И два раза. Ну, так у врачей бывает успех. Иной раз. Но кто согрешает, да впадет в руки врача. Он будет резать, пилить тебе. Это тоже. Я неоднократно был на операции. Меня привозили. Я знаю эту боль. Я пережил это. Серьезнейшая операция на позвоночнике. Там, нервная система. Вся такие болезни. Но все это на пользу. Я это все выразил в стихах. Спиралью пытаешься выйти из боли. Тяжкая доля страдания. Как снаряд попал в тело, разрывает его. И теперь я подвожу итог и вижу, во всем виноват. И я довел до этого тело свое. И Бог через это выразумляет. А все в стихотворной форме показано. Ну, и я выхожу оттуда победителем. Потому что Господь показал мне мою вину. Я принес покаяние. Он меня исцеляет. И я теперь снова иду на то, что Бог дал мне. На подвиг жизни. Бабка, если она просто лечит травмы, это можно. Это знание, травница называется. Но она шепчет что-то. Это надо знать. Не просто бабку отвергать. Потому что есть и врачи настоящие, которые лечят травмы. Есть народные способы. Там позвоночник выправит, травит живот. Знают просто умеют. Тут надо смотреть. К шептунам, к шептухам запрещено. Это от сатаны и это гибель для души. Так что вопрос еще требует прокомментировать его надо. А как понять, кто шептун, а кто нет? Она видно. Она шепчет. Она сразу берет резюм, начинает навязывать, шепчет молитву. Берет молоко или это. То есть, как банка была. Она сахар там надо дальше шепчет. Но видно. Другое дело, мы пришли к бабушке. Бабушка, вот такая болезнь. Сейчас же зима, сейчас нет этого. Но у меня немного есть тут настойка. Так, пустырника надо положить. Подождите, что-то я уже забыл. Да, цикорий надо. А цикорий у моей подруги есть. Я сейчас схожу. Она берет, она запарила. Только я запарил, ее нужно выстоять. И чтобы только в темноте. Это все естественное. И она достойна почтения. Это не шептун. И это не знахарка какая-то. А она травница называется. Как тут? По поступкам ее видно. А другая начинает нос воткнет там. И начинает что-то считать, бормотать. Как от огня беги отскочить. Это может не бабка быть, а и дед. Вот. Врача не предеберегает понадобность. И на Гелис-Кулка был врач. И когда Златоуса сослали, он в ссылке был. Я в Златоусе. Он говорит, я искал лучших врачей. Говорит, а потом куда пройти? Мы вообще-то хорошо сели. Тут лишнее бери, мешало. У нас сегодня хорошее отношение. Так, что еще у вас? Вы запомните, раз и навсегда, к шептухам ходить нельзя. Это смертельно опасно для души. А то он сейчас к экстрасенсам, там пошли еще маг, там к Кашпировской. Это все от дьявола. Однозначно, беспрекословно, без объяснений. Это решение церкви. Это не я говорил, а это решение церкви. Лечить все, конечно. Что за лечение какое? Массаж уметь делать, это большое дело. Особенно, когда в бане, там распарят. У меня неоднократно делали массаж, спрашивают, как иглоупалывание. Если точно хорошее иглоупалывание, он может вылечить болезнь, которую врачи не вылечат. У меня было такое, одновременно, я страшно простыл, опали ледки, там сразу началось перерывное дыхание, и просто я уже потеряю все. И одна врач наша, знакомая, а у нее способность, она много училась, она специалист, врач, и она делала иглоупалывание, где-то что-то здесь, встать, такие иголочки вставляет где-то, но знает, где какой нерв, и все. И мне полегче, на второй уже раз, я не пищу, ничего мне не надо. Это и бронхит у меня из тюрьмы принесенный, она все вместе вспыхнула вдруг во мне, и у меня уже появилось желание жить. Я говорю, ты меня Наташа взяла, я через забор перекинула от смерти их жизнь. Я тебе благодарен теперь. Я не просто, а жил, я почувствовал, что я живу, живу, во мне кровь зашевелилась, а я совершенно, мне ничего не надо, ничего, легкие не поднимаются, и я просто угасаю с каждым часом. Я не знаю, может быть, можно было что-то выпить, все, пил, молоко с молоком, не помогало. людям против иглоукалуния, но объясните, в чем дело. Человек состоит из нервов, и при нажатии на определенные точки, определенная реакция организма, китайский метод, мы берем все методы тайской дисциплины, индейскую, если в ней нет никакого волшебства. Вот мы ходим босиком, а если подошву показать, то под большим пальцем, вот здесь вот глаз человеческий, правый глаз, от нервы идет, попадает мальдамит сюда, у меня сразу здесь отражается. Здесь одно, здесь сердце, вот здесь печень, вот здесь вот у меня легкие. А как? А ходили босиком, а оно найдет свое место, особенно после дождя, где овцы прошли, а потом засохло, это грязь. Там как на иголках едва идешь, всегда здорово, никогда не болеешь. Это акульпурное лечение. Это никто не отрицает. Почему? Ну, а дальше рисует подошву, журнал, допустим, здоровья, и указывает, где и как. Ну, специалист, он может надавить, под каким пальцем, а я-то не специалист. Я хожу босиком, у меня ничего не болеет. Они смеются, так вы и так колете сами себя-то. Да, я по траве, везде босиком. И за здоровье-то не надо цепляться, как за единственную панацею, искать причину в грехах. Я виноват, Господь меня возглавляет. А то в Библии написано, царь Аса заболел, ногами, но взыскал врачей, а не Господа. И он умер. Врачей надо взыскать, но молись, Господи, через этого врача, покажи мне помощь, если угодно тебе. Вот у нас на операцию кого-то уводят, а мы молимся, образуми его Господи, стараемся узнать его имя, и перед Богом все молимся на херму. И тогда тебе все на месте перед Богом, но Бог делает через кого-то. У тебя нечего есть. Ты просишь, помоги Господи, Господь посадай человеку, которого хлеб и вода он тебе дал. Это Бог дал, но дал он через кого-то. И это надо просто вмонтировать в себя, так и жить. Вам жалко, да? А то у нас окно открыто. Да, вижу, открыто. А вот мы едем, представьте, машина, жара, все, наклонно колется, стоим долго в одном месте, мозги спекаются, а мы едем и едем. В машине это вообще... Едем и едем, из города в город. И чего-то ищут мужики. Мы ищем души, купить их для Господа, показать истину в православной вере. Оставляем, в библиотеках, все, подписи мы смылись. Нас нету там. Теперь вот такие раздаем, что люди могли приходить. Везде раздаем. Иногда пачку целую даем библиотекарям. Кто приходит, они теперь отдают. Им это важно. Я библиотеку ставлю иногда выше администрации. Безнравственный человек он ничего не может сделать. Мне нравятся слова с ложеницем, перед смертью. Он говорит, если Россия будет безнравственна, она никому не нужна. Она никакая не нужна. Ну, что-то убийство, грабителя, населителя. Развратители, казнокрады, коррупционеры. Жить надо очень интересно. У меня есть стихи, мои стихи. Они о моей биографии написали. Я сам написал их. А потом этот человек, он положил на музыку. Примерь к себе своим воображением все то, что прочитал и не услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышью. То есть, моя биография налаживается, пусть на твою. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе, в ходе, за обедом стреляет точно в лоб и давит только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользнула стрела и яд, ни сетя не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. В истерике, в бессилии. И дальше, как они меня исследуют, ищут, а я уже присмерт. Я ухожу, я умираю. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз ближу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не досягая вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройдет. С той стороны земли на все ближу. То есть я умер, теперь душа моя смотрит. Как я прошел? И вот они как бы за мною гонятся. За мною двоек бешеных Саул. Они разведали, что я меомет Акриды, а штаб-квартира избран в Барнаул. Как они за мной гонятся, КГБ, все это все в стихотворение вложено. А у вас нету где наше стихотворение? А они и есть, я не знаю, в первом томе, кажется, вот здесь она и есть. Надо просто найти его. Вот посмотрите, братья, может быть, где-то найдется оно. Называется так «Пример к себе своим воображением». Если бы компьютер был, я бы сейчас зарядил, нашел в течение одной секунды. Ну-ка, посмотри, где стихи. «Пример к себе своим воображением». Церковь, свобода, терма, там нет его? Церковь, свобода, терма, тут нет книги? Нет, там нет, я написал его позже. Не знаю, смотри. Это одна книжечка, у меня полностью одни стихотворение. Ну, просто так медленно пролистать, я считаю быстро. И второе стихотворение тоже, как герои прошлого, с утра сидят в прихожей. Ну, это как бы, я мысленно воображаю, святые отцы, как они пришли, вот в мордах, там разных, и есть на меня похожие, то есть я святых, нахожу там, правок Михея, Англатауст, и дальше. «Уже не понаслышке, не по булке, вас обниму роднее всех родных, от радости и груди прижавшие руки, вам улыбаюсь с этой стороны. Когда я умру, я всех увижу, с кем я работал, какие я златоусты, я его труды насчитал в 12 томов, они у меня на пленках насчитали, я их всех увижу. Какое-то для меня будет счастье, день смерти, для меня это день торжества. Я каждый день смотрю на зарю и думаю, не в эту ночь ты отзовешь меня, Господи. Видя восход солнца, думаю, может, в этот день ты меня отзовешь. Я исполнил, что ты назначил, но как это перед Богом? Люди это иногда понять не могут. И когда пришел ко мне корреспондент с радиокомпанией, а мне оставалось 4 месяца до 70-летия, а Библия написана, жизнь человека 70 лет, при большей крепости 80 лет, и лучшая пора труд и болезни. Я говорю, у меня осталось 4 месяца жить, а потом это радио Алтави запустить, да ко мне звонки из других городов, да как вы можете так говорить, наши дети у вас в лагере были, да вы так нужны, да Бог разве смотрит на это. Нужны, не нужны, срок исполнен. Я думал, 70 лет, я никогда не думал дожить, и вдруг мне 73, я все еще хожу. Почему? И Бог это все делает. Как-то кто-то недавно сказал, дедушка, я говорю, ты о ком это? Хороша вас, я тебе покажу. Скажите, когда человек умирает, где душа? Где душа, Бог только знает. И сказать определенное, ни один человек не скажет, кому Бог не открыл. Иногда, вот, недавно у меня приехали баптисты, они тоже в миссионерстве, два-третьих сытых, крепких мужчин. А вы как считаете, что все баптисты в аду будут? Однюдь. Не знаю, но я знаю, что вне церкви нет спасения, а вы вне церкви. Это мы вне церкви, но а где в церкви, где у вас священство? Установлено Богом. И написано, Бог прилагал спасаемых к церкви. Деяния апостола 2,47. Если мне церкви есть спасения, зачем их прилагать к церкви-то? Они как первый раз слышат. Ну, вы считаете, Бог прилагал спасаемых к церкви. Они спасаемые, но еще не спасенные. Он их прилагает, и в церкви принимается честь крещения. Они как будто первый раз слышат. Бог определяет, не я. И вы считаете, что я считаю? Я знаю по Писанию, мне считать не надо. Где вы будете это Бог определить? Но вне церкви нет спасения. Это однозначно. Он глава, это считаем Калосяном 1,18. Он есть глава церкви, а церковь написано тело его. Но голова, она не действует, она с тела. Тело церкви. Я выполняю роль языка, допустим, ты, роль глаз, ушей. Мы все члены, как в одном теле. Один может быть носом обонять. Мерсонос победу держит, определить, куда идти, чего. Другой в руке творит мимостерин. Третий благовествует, ходит ногами. Мы все члены, дополняем друг друга. И поэтому сказать, он будет в аду, я не дерзаю. Мне не открыто. Да и Бог сказал, а через апостол Павлу, 1 Калифрис, 4.15. Он говорит, не судите никак прежде времени, доходе не явится Господь и не откроет сокрытой во мраке. И тогда каждому будет похвала от Господа. Он не открыл это. Вот канонизация, это все выдумка. А он святой, выдумка. Дня Божия еще нет. Написано, не судите никак, то есть, ни положительно, ни отрицательно. Я могу сказать, что вот это заблуждение у попов, у этих, только и всего. А он может спасти, да спасите, сейчас покаяться. Я знаю, что я ничего не знаю. Вот это я абсолютно точно знаю. Мне не открыто. Я и про себя не знаю ничего, но я верю во Христа, все силы, куда он говорит, там и на меньшее я не рассчитываю, как на спасение. Меньше это быть воды. А уже, как Бог примет, только Он знает. Сектанты все, я спасен, а ты спасен или нет. Парк говорит, спасен в надежде. А в афистах, другие они это не считают. Я спасен. Я говорю, в надежде. Он даже не слышит меня. Я говорю, в надежде. То есть, я надеюсь, что я спасусь. Я в церкви, я причащаюсь, я слушаюсь церковь Христову, но и стараюсь трудиться для Бога, подавать милостыню. Все делать, как положено. Я прожил жизни в углу. Я тебе иногда говорю, верующий должен платить десяти, но десятую часть заработанного отдавать священнику. Кто заработал, десять рублей от сигнала. Отдай. А почему он лучше у меня живет? Так это тебе не надо задавать вопрос. Ты обязан, и все. Я говорю, я когда первый раз услышал, надо платить десяти. Первый раз, пятьдесят лет назад, внутри меня дрогнуло все. Я решил, я буду платить девять десяти. Из ста заработанных девяносто буду отдавать на дело Божье. Я пятьдесят лет прожил на этом накале. У меня ничего нет. но я обладаю всем. Это согласно апостолу. Поэтому я всегда работал на двух-трех работах. Я печник, переплетчик, там разные специальности. Я работал день и ночь, чтобы что-то осталось на эти гроши. Я не считал, что я бедный. Я сытый. У меня велосипед подаренный есть. Машины никогда не было. Он старенький, в этом, дважды. Я счастливый человек. И пятьдесят лет из ста заработанных я все время девяносто отдавал на дело Божье. И когда сегодня людям говорят, что я такие гладкие, а я в этом ничего не вижу. Апостолу сто отдавали, я не могу еще это сделать. И руку не протягивал за подаянием. Никогда. Поставил себе правило. Мне дали, допустим, пять рублей. А я должен отдать в этот же день шесть рублей или десять. Чем больше мне дают, тем я беднее делаюсь. Я как огня боялся милостыни. Понимаешь? О, спасет тебя Господь. Пример к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищника меня Бог сделал мышкой. То есть ты к себе мою жизнь наложи на себя пример и ты поймешь, как тебя душат. Ни сейчас, ни сутки, но сплошная жизнь на выходе и в ходе за обедом стреляет точно в лоб и давит только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, стрельба и яд петля не захватили, враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их совещания по тайным кабинетам, моим паролем, кличкой, псевдонимом, пропитаны обклеенные планшеты. Так, день и ночь, а стрелы мимо, мимо. То есть это в КГБ, они на меня дела заводят, прокуратура, хватают, арестовывают, давят, отсужат, а все мимо. Они не могут ничего найти. Обвинение снимается, выпускают снова, а обвинение ложное. Ну, и дальше я реабилитировал. У меня ничего нету. За мной нет ничего, ни одного нарушения Российской Федерации закона, их измотала. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследуют святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мной дой, бешеный Саул. Они разведали, что ем ме, 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 от акриды из штаб-квартиры избран Барнаул. И далее, что я считал, что погоня, шла и догнала. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все убежит. То есть, от меня они арестовали и взяли все пленки. Что он теперь будет делать? Они уже с собой рассуждают. Мне потом, говорит, капитал, говорю, все изъяли, технику изъяли, 15 магнитофонов самых современных. Я работал, у меня на работе всегда было 300% выработка на государстве, то есть, я за троих работал. И потом мне оставалось, что дополнительно, это на дело Божие брошено. И как же теперь он будет? У него ничего нет, ничего подобного. Я возвращаюсь совершенно другим делом, начинаю заниматься, а они приходят буквально в страх. Я теперь занимаюсь изданием книг. Я никогда не писал, не знал, я исследую набор, верстку, исследую фотошоп. И теперь книгами наполним весь эфир, чтобы один человек издал 38 таких книг, за 8 лет, ну, согласитесь, что это. Я провел за компьютером больше 30 тысяч часов. Это два рекорда геннеса. Я еще все вижу, я различаю, кто здесь едит. Я даже, видите, посчитал мелко, как написано. Это Бог делает. И поэтому, принимая все от Бога, как данное им, в мое сердце наполняется благодарность. Я сегодня разговаривал с людьми. Я говорю, вы, ну, и вчера там приходилось говорить, вы своим детям-то, маленько, что-то в школе рассказываете. Ну, как рассказываем. Наверное, у вас мобильный телефон, у всех. Да. А кто его изобрел? Не один. Ну, как так, пользоваться трудом человека, который терпел решения, который ломал голову, он думал, пробовал, неудачные эксперименты были, пока он первый раз позвонил вот с такого мобильного телефона, а работало несколько компаний, и он им позвонил. Они спросили, где ты? Он говорит, на Уолл-стрит стою звонил. Я, говорит, услышал трубку скрежет зубовный. То есть теперь все права ему принадлежат. Беспроводное сообщение. А дальше это уже пошло. На вороты всякие сделать, и фильмы там, и отмечать будут. Кто изобрел его? Не знаете. Как же так? Мартин Купер, повторите, Мартин Купер изобрел это. Мартин, это имя его. И мы с детьми молимся за Мартина Купера. Благослови его, Господи, как он облегчил нашу жизнь. Мы должны знать, кто изобрел одежду, как ее шить, ткать. Эти люди трудились до меня, они умерли, они подготовили все, чтобы в этой жизни мне было легко и хорошо. Стол сделан, какая-то клеенка придумана, бумага, книга, печатные станки. Эти люди не знали, что я когда-то рожусь на свет. Но вот я родился, для меня уже все готово. Мне только стоило приложить труд. И вот такие книги, как раз вот это вот, четыре, вот эти четыре постаны были президенту, премьер-министру, патриарху. Вы мне найдите человека, который сегодня мог вот это сделать. Так мне не стыдно показать, какие книги. Эти книги, вот они, они украсят любую библиотеку. Смотрите, с такими закладками. Не просто закладки, а закладки под плак. Красные, это как бы синие, белое. Это все здесь. Если человек желает и просит, Бог позволяет ему обнаружить талант свой. Этот талант умножить. Но Бог только тогда поможет, когда ты полностью отречешься от себя. А не так, это говорится, скажет, вот начальник с работы выгонит. Богу нельзя препятствия Духа Святому ставить. Дух дышит где хочет, поэтому Бог не может, чтобы ты ставил препятствия. Но это я не буду, чтобы жену не обидеть. Вот я скажу, что грудь должна быть закрыта, а ты ко мне в гости не придешь. А я должен сказать, что должна быть полностью закрыта, а вот так грудь не должна быть открыта. Она воротник, пишите сюда. Никогда нельзя краситься. Женщина красится по каким причинам? Я конкретно уже говорю. И Анна за того сговорит, если Бог не дал красоты, то на полтинник ее не купишь. А если Бог дал тебе красоту, зачем ты замазываешь себя? Пусть муж любуется тобою. Для мужчины вожделение всего красота женская. За красоту мужчина все отдаст. Вас Бог не обидит. Какие у вас брови красивые, какие глаза, какой аккуратный нос у вас, губы. И вот это, это ничего не дает. Вы один раз услышали, все, отрежьте, выбросьте. Вам же Бог все дал. И поэтому, я должен сказать, я не знал, когда сказать? Ну, вижу, момент наступил сказать. Думаю, уйду-то я не скажу. Поэтому, вот это вот, что я не знал, теперь меня Бог сказал, перестань думать так. Дай Духу Святому пройти этот путь. Дух Святой должен свободно говорить. Он вам говорит сейчас. Это Дух Святой говорит. Это не мои слова. Что Бог сотворил человека и по образу своему. Он не творил его крашеным бровью или какой. Он без покраски хорош. Он отличный человек от всякой твари. У него на высоте светильник, о, какие брови. Так спроси, для чего тебе брови-то нужны? А Василий говорит, когда пот течет, это как от окна с подоконника воду отводит от себя, чтобы пот не попал сразу в глаза, а на бровях зацаркян. О, маленькие, плотные. Бог как дал тебе. Почему именно вот так все устроено? Нос. Я задал как-то ребятам. Вот тогда, чего у меня в руке? Что там? Гадайте. Два только раза давайте. Тогда перешли. Не знаю. Какого цвета? Я им говорю, вот такого примерно. А откуда оно? Ну, откуда? Это... Я не буду говорить. Просто догадайтесь. А вот стоит ли оно деньги? Денег оно не стоит. Человек прилагает деньги, чтобы не было у него этого. Но когда этого не будет полностью, он будет платить десять раз больше, чтобы было. Я говорю, ну что это такое? Было, не было. И в конец приходит. Я говорю, сопли. Сопли, это слизистая на волосинках, она задерживает пыль. И человек время от времени сморкается, платующий, тратит деньги на это. Но если у него теперь там пересохло и нету, ты будешь большие деньги платить, чтобы там была смазка. Ты будешь задыхать. У тебя будет здесь надбровное давление. Я знаю одну такую душу. И вот и все. Я пальцем ковырую на носу зажал кулак, отгадать, еще у меня здесь есть. Такую загадал загадку, что они всем таборами могли отгадать. Какого света? Ну и все остальное. Вы наводящие вопросы. Давайте, я буду отвечать. Знаете, даже на самом простом можно так интересно показать, что мы удивительно сотворенные Богом. Сердце, а сзади у меня лопатки, как щиты, прикрываясь за то, вот говорит. Ниже находятся легкие. Это еще, когда сердце, когда разволнуется, чтобы мягко было прыгать ему от боли, от волнения. Какие глаза, какая оболочка. Человек все время моргает, и этот у него стекло-очиститель все время работает, все время идет смазка. А брой, а веки для чего, чтобы быстренько предупредить, закрывай глаз, потому что уже коснулось, уже прям рядом опасность твоя. Все объяснено. И поэтому добавить, человек сюда не может ничего, не повредив уже данные. Я один раз узнал это. Первое, что сказал Златоуст, на полтинник тебе красоты уже не добавит еще, я добавляю Ефрема Сирина. Четвертый век, это Греция. Он говорит, женщина красит губы только для того, чтобы привлечь чужого самца. Все. А он пустынник. Так вы что, я хочу не сборить. Я говорю, я говорю, не свое. Ефрем Сирин, пустынник, четвертый век, что ты обижаешь? Так она разобидела, журналистка. Два года со мной не разговаривала. А потом сама над собой смеялась. Это не мои слова. Я тебя, так же, ну, я тебя всякую знаю. Мне эта твоя краска не нужна. Мне нужно твое послушание, смирение. Это самое драгоценное. Вы знаете Аллу Петеримову? Ну, она какая была молодая, красивая. И с ее мужем мы когда-то дружили баптистом Анатолием Кузьмичем. Я говорю, Анатолий, что ты в женщине больше всего оценишь? Когда? Я говорю, ну, раньше и сейчас. Ну, раньше еще спрашивали, чтобы красивая была, умная была. И ты нашел такую? Ну, вот, показали, познакомился там один Иван Андреевич Михальков, познакомил его с Аллой из-за синяков, но женился сейчас. А сейчас бы ты что искал женщину с теперешним опытом жизни? Ну, глупый же я был. А сейчас, если бы я искал послушание, чтобы она нигде не нарушала волю мужа. Понятно? То есть, непослушание жены травмирует мужчину и не сводит в угроб раньше всего. Она начинает умничать. Ей не дано проваливание исследования в Англии на тысячах людей. Женщина в среднем на 25% глупее мужчины. Глупее. Просто она не может ответить, не может сообразить. Но она больше работает с сердцем, чем у муны. Ей именно это дано. Это как раз почему. Он глава, не она голова. Он глава, ему нужно больше думать. И его решения должны носить окончательный, безоперационный характер. Он сказал «Аминь». Ты письмо написал, а не отправляй, потому что не прочитает, не поставит «Аминь». «Аминь». Я сказал, и обсуждение не подвяжет. Вот роль, да, это мусульмане вот это знает и учит. Многие знакомства заводят. Ну, такая есть интернет-книга, женщины знакомятся, так, сваха электронная. И немцы, французы заводят знакомства с арабскими женщинами. Но они бывают и неграмотные. И спрашивают, а почему вы решили, что турчанка лучше немки? Сравнений никаких нет, она послушная. И я уезжаю из дома, я уверен в ней на 100%. В своей я не уверен даже на 1%. Что она не пойдет на площадку и она не будет крутить хвостом где не надо. Это ответ мужчин, бизнесменов, путешественников, которые везде разъезжают. Женец на мусульман. Вот и все. Они сумели это вложить. Но мусульман тоже разбор. Если она кончала университет, то за нее платить допустим 1,5 млн. А если она совсем не училась ни где 3 млн. Ее университет уже разбавил. В ней много уже ненужного. У нас наоборот она грамотная, она дипломированная, она коммерсантша такая. А они по другой шкале меряют. Главная шкала это послушание. Ее задача рожать, воспитывать детей, обихаживать мужа. Все. А что она там будет беда, бизнесменом, и я за нее бороться буду потом терять. они воспитывают не так. Я говорю, а как? И вдруг считаю, как. У нее зуб заболел. Ее надо поищу везти. пошла к суматологу записалась и все. Не тут-то было. Ее ведут муж и брат и оба с киржалами. И вот она теперь уже записана, они садятся рядом. Он сверлит зуб, она на них поглядывает, чтобы он случайно не коснулся ее груди. Они сверлят зуб, все, они двое сидят, руки на киржало держат. Это твой последний шаг, если ты посмеешь, коснуться груди нашей женщины. А у нас она почти уже не грудь у нее там, а затасканные сиськи ходит. Ты все глядишь страшно даже. Это самая ценная твоя грудь. Закрой ее, сестра, больше никогда не показывай. Это прелюдия уже, чтобы туда пошла чужая рука. Тебя Бог любит, Он предупреждает, и не случайно мы встретились. Я вам говорю слова здравого смысла. И вы покажите, чтобы вы поняли меня. Вот так вот воротник сделайте, и чтобы вот так вот не было. Вот смотрите, как у меня застегнуты. Даже Жириновский, тот еще галстуком потянет. Уж этот сумасброд, и то, и то застегнуты. Мужчина бережет себя, а женщина нет. Ни один мужчина в юбки не ходит, а женщина все мужскую формулу. И все остались женщины на поругании и посрамлении. И вот американские женщины написали письмо, там с одной переписывается, она корреспондентка или редактор газеты. Как мы завидуем вашим женщинам. Она знает своего только мужа. Никакого поругания. А мы, мы поруганы со всех сторон. Как мы одеваемся, какой срам, мы болеем. Мамизм этот. Вам не объяснять, что это за болезни такие. Ну и проще. Что вы, говорит, на этот творог не исходили. Держите себя крепко. Это пишут женщины, американские, обладающие положением. Это все в интернете выставлено. И я на их стороне. У нас тут, видите, как они одеты, наши жены. На их любом милом посмотреть, а дети. Так, Михаил, нет, спроси у нее, к истинному православию. Есть или нет? Второе издание. К истинному православию. Мне еще один вопрос. Вот в церковь мы приходим, ставим свечи, заздравиться, упокоиться, это правильно или нет? Знаете, я не ставлю. Не ставлю? Я никогда не ставлю. У нас свечи никто не ставит. У нас на свечи покупают воск, воск чистый, на пасеке. И бабушки, которые, они льют свечи, а на свечи, на воск, там деньги соберут, и между собой положили, пусть они лежат, чистые восковые, медом аромат пахнет. А в церкви они все нечистые. Там восковых нету, там всякая мерзость. Тут все раздельно что-то, глаза разъедают. И теперь священник выходит, сколько надо поставить. А что, приходил, ставил, заздравил? Зачем? Молебен еще заказывают. Я никогда этого не делаю. У тебя к истинному православию второе издание есть? Сейчас. Вот она. А еще скажите. Я не закончил. Вопрос это подальше. Скажут, а нужно ли это? Я отвечаю, смотря кому, мне это не нужно. Вот бывает с обороны, с обороны для здоровья, там собирают священники, мажут масло. Ну, я один раз заглянул, там епископ мажет, ну, давай тебя хоть раз-то помажем. Я говорю, зачем? У меня есть кто мажет меня. Врач кровавой больницы. Виктор Андреевич, он меня помажет. Он придет, меня посмотрит. Я не болею. Написано, если ты болен, призовет Пресвятерок. Он сам уйти не может, его призовет. Вот. Если мы православим. Это у меня второе издание вышло. Вот когда человек умирает, врач приглашает открывать. Еще раз говорю. Я еще не закончил. Теперь смотрите. Вот наши девочки вышли из краски. Посмотрите, ребята. Книги все сшиты, это не называется, а клей на корешке. Ну, гляньте, на ваших сравните. Какая красота была у русских красавиц. Ее коса, ее краса. Где ваши волосы? Зачем стрижете себе? Видите, сколько у вас уже пробелов. У нас ни одна не стрижет. Это не мысль. Мы ни челку, ни челку. Вот она какая-то. Наши хлопцы стоят. Наши князья. Вот. И это, ну, можно показать не только здесь, а на всех снимках, какие есть. Это вот причащаются. Для проповедей уйдут в храме. Вот. Это вот крещение девушка принимает. Это с крещения идут. Вот с крещения идут. Стреки. С розовым. С пруда. Вот. Это вот как раз крещение принимает вот этот Володя. Он попал куда. Видите как? Вот. Это в храме стоят. У нас строго. Вот. Теперь относительно того, за здравие, у нас подают записки в храме. Записывают. Но только за своих. За посторонних, которых батюшка не знает, у нас не может. Можно обращаться за посторонних. У нас три записки дается. За здравие, за упокой и за обращение. Чтоб душа обратилась, стала верующей. Там можете записывать всех. А за здравие только те, которые верующие. И за упокой, те, которые были верующие, вере умерли. Потому что молитва говорит, а мне раба Божия. А какого раба Божия, когда дня не было рабом Божьим? Это обман. Чуть-чуть. Показали эту девушку, которая на границе уехала? Да, покажу. Какой она была? Я покажу. Отдельно здесь? Где-то есть. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Не помню. По-моему, она как бы не в этой вот. Нет. Погоди. Это у нас воспитательница была, 13 лет. Это Наталья. Она закончила государственный университет, тоже диплом с красным дипломом. Познакомилась. По интернету у нас запрещается. И вышла замуж, он хирург болгарин. Уехала, там уже байку нянчит. Она 13 лет отдала лагерь. Пожалуйста. Это работает на радио ГТРК Алтай. Такие люди. Просто к себе приравняйтесь, скажите, у меня что-то не достаёт в этой. И среди них я бы видела по-другому. А это вот, она крещение приняла, это теперь Лёлька. Вот она, пострижение волос. Это Патриарх Алексеев II. Это наш епископ Ефтиги. Это вот, который готовится к окрещению, пострижению староста деревни. А это крестный ход шёл, и как раз гнали коров. Ну и какой снимок получился. И он не составит, что так искусственно. Идут коровы спокойно, несут хоругви, священник. Знаете, какие? Вот стоят сёстры. Это после крещения общий снимок. Ещё доказывать, что-то надо? Тут душа должна заговорить, чтобы понять. А это на лодке катает, как раз этот он, крайний брат Игорь, возит. Ну и эту девушку, 13-летняя. Я ей тоже посвятил стихотворение, положенное на музыку. И Елена зовут. Игорь Михайлович, если вы их благословите, ко мне приходите, если я не пожелаю, то дирски ваших показать все крещения там, всё прочее, всё-всё. Ну, так а что же меня спрашиваешь? Что я пришёл? А у кого я должна спрашивать? Ни у кого, ты хозяйка. А, ну, моё всё, значит, никакого отношения ни к вашему дому, ни к детскому. Сама решать всегда. Ну, я, почему я приглашаю? Вот, если бы ты сказала, что в понедельник можно мы соберёмся, а потом в понедельник нас не будет. Тут я решаю, потому что она утром выжила. А ты сама уже. Вот. Надо не на этом только, а надо, чтобы они кого-то ещё пригласили. И вы начали заниматься по третьему турнику. Вот тогда у священника будет костяк. Собирались хотя бы два-три раза в неделю по два часа занятия. Вот если они соглашаются, я не буду пройти, теперь дома живу. Когда люди начинают заниматься, знаете, всё по-другому. Был такой один царь, ладно, с Богом. Вот. Феодосий, его звать старший. У него два сына было, Ганорий и Аркадий. А в это время империя была одна греческая. А он решил империю разделить восточную западу двоим сыновьями. Но сыновья должны быть высоконравственными, культурными. И он объявил своим учителям, скороходам, поискать человека, который разбирался бы очень хорошо в духовных вопросах и в мирских. Астрономия, математика, литература. Ну всё. И одновременно о молитве, о Библии. Ну в одной части империи проискали, никого-то кидали. Если разбирается в одном, в другом ещё не понимает. Если в одном разбирается, монах молится, писание знает, ничего не понимает ни в математике, ни в астрономии. И наконец нашли такого человека, учёного, который в равной степени владел тем и другим. Ну его представили царю, его звать Арсений. И он воспитывал детей. Царь сказал, если они будут вести себя плохо, им никакого царства не надо, они жизни не должны жить. Сделай их достойными, чтобы граждане страны не страдали от них, чтобы не сдавали такие грабительские законы, как сейчас БТИ, там разные центры, чтобы люди могли жить, процветала страна. И он их учил. И однажды Аркадий провинился. И он его так отодрал, самые или другие, что у него полосы остались на всю жизнь. Полосы. И тот кому-то из друзей сказал, только я заступлю на царство и его казнью сразу. А ему это передали. И вдруг он стал молиться, и ему голос послышался. Беги. Спасения здесь уже тебе не будет. И он бежал, его никто не мог найти, где он ушел, в кустыни, и там трудился. Ну, а там он, среди своих братьев, монахов, мастерей было много. Но у него сохранилась мирская привычка. Он вот так вот нога за ногу делал. Тем более женщины так не должны делать. И мужчинам не положено. Ну, бывает так, я еду где-то, я считаю книгу, мне карьеру нужно. Да можно. Ну, просто так мулегализировать свое поведение не разрешается. А он так делал. Но его так посчитало братья, даже боялись сказать ему. Он такой великий в них глазах был. Тогда два брата и говорят, давай мы к нему в гости когда придем, а ты сделай так ногу. Ты. А я тебе скажу, брат, да ты верующий, ты чего ж так ноги-то делаешь-то? А ему тому не надо говорить. А Арсений уже разговаривает с ними, ну и разговаривает, как говорится. А тот сказал, потихоньку ногу снял и больше никогда не стал делать. Еще как подойти. Я вам иногда кое-что открыто говорю, а кое-что косвенно. Вы уж разумеете, сестры. Бог даст вам ума на это. Но вы отсюда должны быть и уйти другими. Вы скажете, вот это мы заварили еще крепкий, надолго. И у меня желание это никакого нет другого, кроме того, чтобы вы были спасены и были в раю. Чтобы вы полюбили Господа Иисуса Христа и были с Ним вместе в вечности. Вот за все их цели вам следует приходить сюда, слушать у нее богатая сокровищница и приглашать других, которых вы знаете. И дальше садиться за стол и заниматься. И будет у вас такая близость. Вот мы как будто одна семья. У нас даже сейчас трудно вернуться в то состояние. Вот Михаил, он с Семертау приехал с Ниной вместе, принял крещение. Всего только три года назад мы не знали, он пленки мои слушал, которые по Союзу раскатились, он не знал. И когда позвонил, то услышал, Михаил, а скажи, как это было? Иди сюда. Какой-то человек с Гонин лежит. Чего ты позвонил на меня, вот что-то? Ну как? Книги у меня появились, три книги, три тома. Я читал там, телефон написан, Игнатий Лапкин. Ну я думаю, надо съездить к нему, посмотреть, что у него там есть. Ну что за человек? Познакомиться. Ну я номер-то набрал, может живой думаю, или не живой он там. Звоню, раз, отвечает. И голос тот, который на пленках, когда за несколько лет до этого, я... Там уже затерто, едва слышно было. Старый монитофон, маяк был. Там это... Бобильный. Скорость еще была такая. 4,7. Да. Это я... Мы пробуйте, понимаете, еще Советский Союз был, и Игнатий Тихонович распространял, но мы не знали кто. Мы вот гадали, что за пробуйте. Это они знают, кого просто. Да. Ну он говорит, ну женщины там разговаривают, мужчины вопросы задают. Тут собака лает, там это, слышно там. Слышно. Да. Ну в общем это... И он объясняет, вот знаете, вот категоризация сейчас называется, категоризация. Он объясняет все подробно так. Ну а есть разница между тем, что я объясняю, и как объясняют священники? Что вас больше всего тронуло в этом объяснении? Простота, доходчивость. Доходчивость, еще что? И искренность. Простота, доходчивость, искренность. Никому не угождение. Вот это главная черта всего, что я никому не угождаю. Никогда. И поэтому у меня врагов море, а друзей океан. Никому нравится брат родной священник, я ему все говорю, и пископ, патриарх. Я говорю так, я просто, я не вижу, кто передо мной. Я обязан зажать себя, и теперь Дух Святой должен полностью донести, что хочет. Я не имею права, Бог мне отнимет все дары мои сразу. И он это почувствовал. Все, кто слышали раньше пленки, где беседы были, я никому не угожаю. Мы православные или баптисты, все, значит, никак не поймут. А баптисты слушают, так он наш человек или нет. Потому что, когда по правде отвечаешь, оно в некой мере удовлетворяет всех. И в большой мере обличает всех. И православных, и старообрядцев, и католиков, и баптистов. У Нины кассеты есть. Кассеты, которые ваши, но ты потом... Ну и ты позвонил, и что? Ну, а позвонил, у меня сомнения отпали сразу. То есть он позвонил из-за книжки, которая попала, и он услышал голос, который когда-то слышал на катушке. Тот автор, который писал книги, и те кассеты, тот проповедник, который проповедовал, это оказалось одним и тем же лицом. Ну, и у меня сразу сомнения отпали, я думаю, тут уже окончательно должен съездить. Тут без сектантов. Он должен приехать, я тебе еще сказал. Приезжай. Ничего, не пение в первый раз. А зачем ты ко мне приедешь? Он сразу отрезал. А бывшие сектанты, они заманывают людей, баптисты, это силые слова, они к нам, а у нас это не принято. У нас не принято к себе звать. Он должен самостоятельно начать работу, придет и будет писать заявление и проситься. В газете писали, говорят, к Игнатию в общину попасть нисколько не легче, чем отряд космонавтов. То есть мы никого не вербуем, это не положено. И кто-то говорит, а я пригласил нас, зачем? Она должна попросить. Если она увидит, что мы другие, чем она видела, она подойдет, спросит. Ну, тогда я все равно скажу, приведите порядок, чтобы одета была, придет, можно понравиться, походит. Тогда будет уже вопрос другой, о допущении, о крещении и прочее. У нас нет ни одного человека, которого мы заманывали, оговорили, обещали Царство Небесное. У нас это не положено. Мы молимся на задвижку, и в ограде еще часовой стоит. У нас это, почему же так-то? Деяние 5.13. Написано из посторонних, никто не смел пристать. Мы ела им по Евангелию. А это все двери открыты, в церковь туда-сюда, через хлещет. Сегодня смотрю, у них платье, там попол, там кружева, там все, а здесь все полностью голо. Да то на маленькой отрежь и закрой здесь, там всего немножко. Ну, разреши, я тебя пришью, и волка, нитка есть. Не разрешат, фотографируют. А это уже совершенно не по делу, распутанный характер. Это все князья садомские, гоморские. Эти моды все дают мужеложники, гомосексуалисты. Это они вырабатывают. Вот эти платья, чтобы сюда стрела была, доходила уже, а все там есть. Это все сатана через своих служителей. Женщина должна быть целомудренно одета. Вот у нас, мы говорим когда так, вот я все время хожу, заметьте, у нас коротких рукавов нет. Та же самая жара, и мы ничем не отмахиваемся, говорим, что чужую свою воду на людей не гоним. Нам это не надо. Мы принимаем это как есть. Это данность. В воду намного жарче. Я могу. Это у японцев кандзё, качество терпения. Горе потерявшим терпение. Господь сказал, горе. И поэтому нормальная температура, хорошая. Я себя убеждаю в этом. Здесь нам очень хорошо. И что бы ни было, я благодарю Бога сегодняшний день еще лучше вчерашнего. У меня всегда на душе такая, понимаете, аппетит, это ликование. Господь меня от веры в веру переводит. И вот мы выезжаем, а почему это сегодня у нас так было? Почему мы там задержались? Почему? И дорога рассуждая, видя милость Божия, что остановились там, там оказались новые люди. И священнику позвонили, он приехал, я ему говорю, у тебя что-нибудь на грядках-то? Есть, есть. Ну там он нарвал, урисов, там петрушки, что там, от отец Владимира. Может, что-то вам надо сварить мясное, ничего не надо, мясо за бортом, собакам. человек должен быть тонкий, звонкий и прозрачный. Мы готовимся к переходу в вечность. И там дверь очень узкая, написано, тесные врата и узок путь, ведущий в Царство Небесное. Вот человек, вот стоим, а против мужчины вышел и стоит, вот так у него там брюки, ну брюки-то он не может снять, и вот так вот, живот он спускается вниз, а потом кверху вот так опять подтянутый. Там смотреть страшно. Пузатые-пузатые, мужики, там сало. Я вот стал считать, 46 килограммов у него лишнего веса. Это 46, это ты почти 5 ведер на себе носишь воды. Тебе это надо. Но я не знаю, как ко мне переходи, я тебя вылечу очень быстро. Я очень хороший врач, я всем говорю. Я с вас это сгоню. А как? Ну, в первом условии, давай запишем, ты меня будешь слушаться. Если не будешь слушаться, сразу вложи здесь 50 тысяч рублей. Они остаются у меня, а тебя я выгоняю. Если не будешь слушаться. Но я тебя избавлю от этого, от этой мамоны. На каптану говорю, что у вас. Ну, а второе, то, что со мной будешь вместе вставать, я работаю. И со мной вместе питаться. Как я, так и ты. Так это что, я не наемся? Не наешься. Но есть такое, что если ты из-за слова выходишь, не наелся, это означает, ты наелся, еще пища не провалилась. Но если ты наелся, это значит обожрался уже. А если ты объелся, уже гаделся, значит отравился. И ты говоришь, а чего ты толстый? Я скажу вам. Четыре причины. Загибай на пальцах. Первое. Самое прозаическое. Излишки калорий. Обжорство. Это вкусненько. Я тут могу. А здесь тоже, правда, пончики там что-то купила. Все. Вот первое. Это обжорство. Да я так. Но я тебе сказал, ты споришь-то с кем? С лучшим врачом спорю. Второе. Это я их раздражаю такими словами, что лучший врач и куше. Второе. Это лень матушка. Как я? Да я как пчелка тружусь. Работаешь не в полную силу. Человек должен 2-3 раза в день серьезно пропотеть. Это говорит министр здравоохранения Покровский. Это или бегать, или колоть дрова, или что-то. Пропотеть. 2-3 раза. Третье. И очень важное. Это много спанье. Днем никогда не ложись спать. Вот у меня с женой 46 лет жизни. Она мне ни разу не видела лежащих. Чтобы я днем ложился. Вставай всегда рано. Со мной мы вставим в 4.40 всегда. В 4.40. А ложись, ну, можешь и раньше. Я тебя не буду за собой тащить. Но ты будешь осознать, что ты много потеряешь. С тебя это все садит. И четвертое качество это беспечность. Все, трава, рушится государство, да мне какое дело. А там так избирает, там Путин, да мне какое дело. То есть ты абсолютно безразличный. Вот отсюда жир, сало на тебя накапливается. А у меня штук не было. У меня буквально трясет все. Да как же мы могли так? Такой город. Вчера едем. Едем успеть только сюда. И вдруг город на пути, Меаст. Его не было даже на карте у нас. Ребята, остановка. Ехать. А он закрытый. Ничего не значит. Уже закрыта библиотека. Стучать в окна. Закрыто. Опоздали. Что же делать? В соседний магазин. Находим человека, который передаст книги. Документы, которые опорим. Дальше. Междуреченск. Закрыто. Уже совсем поздно. Уже солнце к закату. Везде стучать, искать. И находим библиотекарей. Они вышли провожать. Крестят нас. Довольно так. Она даже верующая. Была на источнике. Где-то купалась. Чуть не замерзла. Четыре градуса. Там вода-то была. Это все Бог дает. И слепилось так, что там запоздали. Тут успели. Мы как раз с хорошими людьми познакомились. А уж тут нас ждет Нина. И вот они мы опять и не думали. Дорога думали так. С Междуреченского уже будет. Прямо на Темиртау уходим. Ну ладно. А эти сидят. Им хорошо со мной. Я не слышу. И они там закулисные переговоры ведут. И вот тогда уже, видно, избрали из себя. Один озвучивают. Мы тут поговорили. А нельзя ли было бы нам в осеннике вернуться. Нина прикормила уже. А я говорю, что в Темиртау того привета не будет. У меня одна больная мама. А Нина провожала трясать. Ну только заезжайте обратно. Ну только заехайте еще раз. Она вся буквально млеет. Вот тут это не сокрыто. Так, ребята, я никогда против общества не восставал. Иначе меня сбросят. Кто-то говорит, не надо путь. Смена правителей. Я согласен. Ну, давай, брат Игорь, нажимай на все педали. Теперь мы едем сюда. Видите, оно по-своему все это интересно. Когда говоришь, я вижу, вам интересно. А сидели бы дома. Ничего этого не было. Ни этих встреч, ни с библиотекарями, ни с населением, там, старостом, ни со священником. Ничего бы этого не было. А то за один день мы в семи городах побывали. А в одном месте уперлась. Уже приняли, уже все, книги разложили. Уже документы подписали. Директор пришла, документы назад забрали. Все, забери эти книги. Еще я показываю книги уже в Новокузнецке. Нет, не в Новокузнецке, в Новокузнецке как раз напротив-то была. Одна. Одна. Там она. Теперь я показываю осенники, колтан, везде. Показываю в Кемерово уже, ваша столица. В Москве центральная гибротека. Она, гляжу, все больше директора смиряется. Потом еще посмотрю. Вот видите, для церкви. Какие церкви-то? Вот, думаю, сколько людей она лежит. А тут, может спросить у них дорогу, как проехать до прокурки. Что ты делаешь? Они не должны даже подозревать, куда мы едем-то. Раз она не расположена, сейчас звонок так, к вам ведут, чтобы ничего не принимали. У них, ну нет этого тяну-то. Я говорю, иди скорее отсюда. И она согласилась, когда приняли документы, обратно все вернули. Да они мне ксерокопию паспорта впервые сделали. Впервые там все документы снимают. То есть они подозревали какой-то подвох. Какой подвох, когда в президентских библиотеках везде книги хранятся. Этим книгам аналога нет. Не у нас во все, а в мировой литературе нет. Просто нет. Я докажу это в течение одного часа. Вот это переиздать. Тут восемь параметров, которые издавали, которые в Блаженных Феделах, но их этого не было. Впервые комментированы. За 900 лет впервые. Впервые за 900 лет комментарии появились. Впервые с иллюстрациями, впервые с расрашиваниями. Ну и по порядку все впервые, впервые, впервые. Выделить определенные места. И вот мы, когда все дальше начинаем разбирать, и видим, как удивительно Бог провел нас. Слава тебе, Господи. Там ты спас, тут познакомил, тут нам щелкушку дал, все хорошо. Потому что нам многое неизвестно, что у вас последствует за этим. И говорят, а как ты думаешь, что будет дальше? Я у меня лес только это, щеткий. Щеткий сегодня у него с сестрой. Мы тут хорошо договорились, у нас щеткие потери, и мне подарили. Вот молитвы. Видите как? Вот здесь это сто поклонов. Но тут нельзя молиться с поклоном. Я просто так. Здесь и Господа Иисуса Христу. Здесь и Божью Матерью. И между этими вопросами. Ангел-Хранитель и Ангел-Креститель Никоныч отмолился. Пророки. Небесная сила. Мученики. Святители. Жены и Девы. Ко всем обращаюсь со своей просьбой. Отмолился немного. Бывает, это полидремал. А там не по штату положено. Мотор не тянет. Но над ним я строго себя забываю. Сейчас я на него водой сразу лью. Вы будете меня быстро расти, ребята. Полив идет нормальный. А еще вот скажите. Говорят о конце света. Что вы скажете? А я скажу о конце света, что он обязательно будет. И непременно будет. И будет, как написано, в воскресе живые и мертвые. И будет страшный суд. И к этому мы готовимся. Все, что мы делаем, это... Он говорит, именно в этом году? Нет, о году. О годах никто не знает. Ни один человек на земле не знает. Ни один. Аванга? Аванга, Ванга. Колдунья она. Ведьма. Аванга? Нашушинская там какой-то. Почему вы до этого не говорили? Почему они хлопотали, чтобы не было? Апостол Павел сказал, что путешествует с опасностью. Не выезжайте. Но капитан доверял, доверял, этот... Начальник стража доверял капитану. Тронулись в путь. Корабли плюшения, корабль утонул. Вот и все. Эти все разговоры пустои. Никто не знает. Но по признакам, которые указаны в Библии, это совсем рядом. Уже слышны шаги. Если так образно выразиться. Нам это не надо знать. Смерть моя, это для меня уже пришествие Господне наступило. Я буду до пришествия лежать в могиле. Для меня разницы нет, сколько лет будет жизни на земле. А назначенные сроки очень часто публиковались. И все до одного были ложными. Христос сказал, никто не знает, даже Сын. Но только Отец Небесный. Как Сын Божий он знал. А как Сын Человеческий он не знал. Ни ангела не знает никто. Но когда восорится Антихри, с евреем над всем миром один будет. Тут уже можно приблизительно сказать 3,5 года. Но день и час никто не знает. Год можно знать. Вот. Он восорился, 3,5 года он подготавливает престол. А 3,5 года над всем миром будет диктатура его. Диктатура, которой никогда не было. Не продать, не купить, кроме того, кто имеет начертание зверя на уголе, на правой руке. Это 666. Это его число зверя. И вы услышали это. И на этом все. Хорошо, что ты скрыл. И нам вопрос задают. А вот ты хотел бы знать, когда ты умрешь? И Анна Тауз говорит, Бог скрыл это. И вот по какой причине? Что сегодня человек, который злой, он узнал, что ему жить осталось 5 часов. Каких он бедки натворит за эти 5 часов. Он знает, что все равно умрет. Он самые невероятные авантюры постарается сделать, взорвать, убить. Потому что я все равно умираю. Побольше людей утащить. А другому, которому сказали, что через 10 лет, так еще не скоро он будет жить, блудеть. А когда ты не знаешь, ты каждую минуту готовишься. Я не знаю, может я из-за стола не выйду. Сейчас глаза закатил, сознание потеряло уже на том свете. Где, как умереть, не имеет значения. Он умер первый день в Пасхе. Это, наверное, святой. Там еще что-то. Это абсолютно безразлично. Иные погибли от укуса змеи. А иные от удара молнии. Бог ударил. Они спасенные, святые. А шахтеры, которые погибают? Шахтеры, которые в шахте погибают? Шахтеры. В транспорте? В шахте. В шахте. Этих людей, наверное, больше всех мне жалко. Я в угольках засыпаю дома в печку. Господи, какие люди работают под землей. Я дня не работал. Я за них молюсь, за шахтеров этих. И они опять лезут туда. А я просто взял, засыпал им, и мне тепло. Благослови их, Господи. Какие они были, верующие, неверующие. Жили ли для Бога. Только это зависит. И как часто, очень часто вгибнут у нас люди в стране, потому что не соблюдают нормы техники безопасности. Вот когда там взрыв-то был, там нашли ложка, в которой там разогревали, шефирили сидели. И все там взрыв. Принимают там наколотые. Ну, разные. Уголовники. Никакой дисциплины. Взорвалось там вместе с комиссией. И все погибло все иностранные. Как батюшка говорит, что они сразу в раю, в рай побали. Знаете, есть такое слово в брехне. Что они на Пасху погибли. Не имеет никакого значения. Спасем верующих. Сына Божий имеет жизнь вечно. А не верующие, не уйдет жизнь. И о смерти одни. Счастье Бог не показал. Даже намека нет такого нигде. Теперь говорят, они на фронте погибли. Защитники отчастистого. Это все обман. Имеет смысл только одно. Жил ли ты по заповедям Господним? Был ли во Христе? Больше ничего нет. А Господь говорит, в чем заставу, в том и служу. Это смысл в этом. Нужно быть готовым. И вы не знаете, в который сейчас явится Сын Человеческий. А они погибли в первый день Пасхи. Да Пасха-то у нас в одно время, у католиков другое. Еще теперь. По какой Пасхе вычислять? Он пошел с матерками. И оттуда пошел в ад с вами. Так батюшка объясняет. Батюшка. А почему называется батюшка? Батюшка означает отец. Так называли раньше. Отца батюшка. Я его спрашиваю, а кто от тебя родился? Апостол Павел говорит, я родил вас с благорестованием Христовым. Я родил вас. А кого он родил? Батюшка это пустой звук. Он батюшка, действительно я признаю. А он говорил, и к нему подойти. Я на каком-то основании батюшка говорил-то? Он ничего не скажет. Он так. А от темени ума своего порченного. От вымыслов. На это нет даже мельчайшего намека. Не сказано, а просто намека нет. Что время играет, время смерти повлияет на участь загробную. Ничего себе. Да мне врать. Знаете, как охота? Я бы сегодня в шахту залез. Что значит в шахту? В один день подговорил, а тот щиркнул спешкой, я на небе. А вот их отпевали, приходили врать. Я все верю, это так было. Это правильно? Это может быть. Для успокоения родных. А если бы был здесь наш священник, отпевать бы не стал. Стал бы отпевать только верующих. А эти, которые принесли не верующие, отобьете эти гробные стороны. Его бы власть убрали сразу. Это означает, говорит, как Бог поверит. Не с того, это родные, это шахтер. То есть он поставил уже препятствие. Дух Святой не может выбраться. Он покидает этого человека, священника. Он дальше мелет языком, что придет на ум ему. Бог работает там, где свобода. Я должен сказать правду. Я вам говорю правду. Эти слова я могу сказать по радио. Могу сказать родственникам погибших шахтеров. У меня разве никакой нет бета будет. Они меня считают сектант или тихтам, священники. Но это его слова, а не мои. Это он говорит. Он за них отвечает. За эти слова он отвечает. А ты за него теперь или иные сектанты с Михаилом? Я миссионер. В моем доме пришли сектанты. Стали православными. Еще доказательства. Алла Баптистская. Православная. Ее дети православные. Мне доказательства не надо искать. Потому что вы живые свидетели. Она обратилась в моем доме. Мы с ней дружим очень близко. Мы с ней большие друзья. Даже когда у меня жена что-то не слушается, Алла звонит. Я жене кричу. Иди к телефону. Начальник зовет. Она ее прочистит сейчас. А Алла сразу говорит. Так как же ты, Наденька, могла так сказать? Да что же ты такой? И Алла за меня всегда. И я ее тоже пробираю в другой раз. Она как-то белила. И белила, видно, не досмотрела. А муж у нее мастеровой. Он такой работник Толя. Он очень хороший. И он взял там эту щетку. Приделал. И сам начал белить. Она подошла. Что ты делаешь? Переделываешь что-то другое. Он говорит. Ну ты уже сделала все. Я сейчас переделаю. Вот эти полосы-то я замажу. Он любит, чтобы было шиком сделано. А для меня так это то, что надо. Я не люблю. Лишь бы время меньше тратить. Я и белить бы не стал даже. А он не такой. И он мне жалуется. Вот она. Понимаешь, как она меня обидела. Даже оскорбила. Я сделал это другое. Она после меня. Давай опять помои еще один раз. И полосы так и остались. Зачем? Алла, неужели это правда было? Да было? Не ешь и не пей. Ты смотри, какая уже стала-то. Как медуза расползлась. Ты должна себя в руки взять. Да чего ты такой? Ты и дальше начал ее гвоздать уже. Это муж сказал. И ты только могла поднести ему и звезду к кувшин. Отойти, напоить, накормить. Зачем ты это делаешь? Он и так здорово умается, а ты? Ну, тут уж мы на полную катушку. Я на нее наезжаю. Я обязан просто это сделать. Но она, у нее качество хорошее. Нет у нее обиды. Она сразу хватается. Ну, прости меня. Ну, виновата я. Сначала к мужу пойди попроси прощения. Потом туда придешь. Со мной им очень трудно жить. Я зануда, страшно. Я до самой мелочи добираюсь. Вот. Штор нет у меня. Это штор нет. Я ее запилил уже. На кухне нет штор. Вот она, глянь на нее, глянь. Закусила губа. Сделать что? Улица, этажи не должны видеть. Я вчера стою вот так вот и смотрю на машину. Ну, я на машину смотрю. Там наши ребята ходят и может что-то надо будет сказать. Вот так голову повернул. А там лежу в одних трусах женщина на балконе. Вывешиваю. Там забралась на стол. Она выше этой переводки. Прям вся на виду и там полотенце вешаю. Это будет тебе на. А она даже знать не знает. У меня света нет. Зачем она это делает? Это даже анекдот рассказывает. Закрой сегодня, чтобы не выглядывали. Анекдот такой рассказывает. С кухни Раиса Максимовна Горбачева говорит. Миша, ты что делаешь-то? Он говорит, ты гимнастикой занимаешься утренней. На балкон вышел. Уйди оттуда. А что? Да голос Америки передает, что ты в одних трусах там гимнастикой занимаешься. Уже сообщили, уже передали. За нами смотрят. Это действительно так. Мы на виду, мы на ветряке. И нас очень далеко вели. И поэтому надо смотреть, что ты в одиночестве с закрытыми шторами мог позволить. Тут надо глядеть, приглядывать, сидеть, быть соблазном. Тут рядом закрыл, пока не стирал. Она закрыла дверь. Когда мы здесь дверь закрыли. Наказывал. Сделал их шторки. И когда включать свет, сначала шторки. Сделал их пошире, чтобы на полметра сторону закрыли. А то сделает и натягивает их. Чего она натянет сегодня женщина, когда в одних трусах ходит? И не начнет тянуть-то. Мне говорят, а ты смог бы, чтобы все женщины сегодня оделись, как положено, в течение одного дня? Я бы их всех одел. Я бы их одел. А скажут, а как? Я призвал бы шейхов мусульманских. И сказал, на одну неделю отдаю власть вам в городе. Приведите женщин в порядок. Они бы сейчас выстроили своих сторожевых, стражи исламского порядка, исламской революции. Опубликовали в газетах. И каждая женщина получает 40 плетей, порит ее до самого дома. И сажает ее после этого в карцер. В холодный. Три дня будет сидеть. В один день все оделись бы. Все. Это очень просто. Вот в Таиланде у них там у полицейских дубинка, которая, она не отмерена 20 сантиметров. Женщина стоит. Он подошел, палку поставил, у нее 19. У тебя 19. Где 19? Она уже дергает. Он берет. Ну да, 19. А я подумал, 21 у тебя. Если у нее меньше 20, ее арестовывают и порят. А у нас в церкви 10 сантиметров должно быть. Это государственный закон. Вот прилетела была статья комсомольской правде от Азербайджана до Азербайджана. Слово «Азербайджан» Брежнев с третьей попытки выговорил только, как раненый. И вот она приехала, корреспондентка, поехала по приглашению. Из самолета там на трапу ослабилась. Я говорю, стоп. А где ваши рукава? Какие рукава? Ну, у вас что-то блузка? Так у меня блузка вот такая вот. Вернитесь назад. Оденьтесь. Мы вас предупреждаем сейчас. Если вы выйдете по-другому, вы будете очень сурово наказаны по нашим законам. Так, грудь, чтоб закрыла. Платок надели на голову. И тогда снова появитесь на трапе. А они ее развернули. Мигом она все достала. Надела хиджаб. Пожалуйста, нарисовалась. Милости просим в нашу страну. Вот идут, и он ее корреспондентку, вот так вот взял, с ней разговаривает, с журналисткой, с египетской. А эту взял, русскую. А вот Наташа, она от этой идет, говорит, а она вам кто, Наташа? Как кто? Мы сотрудники. Но она вам, жена нет? Немедленно уберите руку. Если вас сейчас увидят, вас сразу проверят. Покажите в паспорте, венчины. Нет, значит, вас сегодня будут пороть большой штраф и страны выдворят. Прежде чем поехать в Египет, изучите закон страны. Это вас одели бы в один день. То есть я одел бы у вас всех. Вас не было. Вот она тоже была сегодня. Все, смотри, уже все, треугольник ставили. Я вам молодость придам. Знаете, особый такой шарм, называют французы, приятность. Женщина это тайна, все пишут. Тайна это не раскрытая. А теперь идет она сзади, разрез, там спереди, как сорока хвостом машет. Она должна быть одета целомудренно, прилично. Едем в городе, идет мусульманка, одетая. Он идет с бородой, рядом с ней, и ребенка катят. Вот у нас есть муж, обламывал жену. Вы мусульманина никогда не увидите так. И фотографии. Он стоит вот так вот, смотрит отрешенно. А она маленькая, тоненькая лозинка. Она обняла и прижалась к своему эсмаилиту. Это ее защитник. Другая фотография, она высокая, стройная. Видно, что очень красивая. И он стоит такой же, видно, могутный. Он так стоит, руки сложила. Она его обняла. То есть женщина прилепится к мужчине. Они наоборот, всегда с левой стороны. Люди наши ничего не знают. И вот он стоит и облапывает, показывает, как собаки весной склещились. Да разве же это жизнь? Дети малые смотрят. Это никакая не любовь. Он просто показывает. А нам уже противно. Но разве женщина позволит, чтобы с ней так обращались? Ты храни себя. Это твоя честь. У нас ничего этого нет. И я просто говорю, у меня программа есть. И программа очень четкая. Мне говорят, вот вы были бы патриархом. Что бы вы сделали? Ну, знаю, что у меня на все есть ответ. Патриархом был бы. Я бы взялся. Пусть выбирают. А что вы сделали? Первым делом прекратить строительство всех храмов. Закрыть это все. Прекратить. У государства ничего не брать. Это каббала. Второе. Открыть училище. Каждый день буду по тону тысячи училищ открывать. Тысячи. Так и преподавателей нет. Преподаватели есть. Преподаватели есть. Я обращаюсь к баптистам, чтобы рассказать, чтобы они под подпись дали, чтобы они будут трогать православную догматику. Они умеют проповедовать. Они научат любить Христа и Библию. Я в один день тысячи училищ открою. Потом вторую. Ну и дальше что бы я стал делать еще? Стал дальше программу свою. Это в интернете выстрелил. По этой программе. Ну вот как храм Хросси. Спасители там девки танцевали. Плясали, крещали. Пресвятая Благородица прогали Путина. А их сейчас двоих посадили. За них там не взор. Я говорю, все это неправильно делаете. Сейчас церковь терпит большое постромление. Я бы сказал, соберите деньги. Купите амбардный замок. Закройте храм Христа Спасителя. Он осквернен. И теперь молитесь наружу. Сердце народа обернется к тем, кто страдает. А за них молитесь. Они несчастны. За неделю до родов они пришли на Манежный, разделись и самокуплялись с мужчинами. Да какие же это женщины? Не нарочно там прилипляйся, а по-настоящему, говорится, с погружением. Их повесить мало было. Но это только там, где законы. Здесь законов нет. Они не нарушили ни один закон. И не знают, что делать. Я знаю. Закрыть храм. Как оскверненный. Через три месяца открыть. Никому не заходить. И сердце народа повернулось бы. Кто бы ни пришел, заказные молебны. Все молится. Дождь, солнце, луна, ночь. Все молится на улице. И все храмы, где заскакивали, не творили безобразие, все закрыть. Это Библия говорит. Сегодняшний, вплоть до патриарха, этого ничего не знают. Они сразу Путину. Путин нажал. ФСБ арестовали. Это проще всего. На их стороне сейчас народ-то. Их там на муку Б только называют. По-другому не называют в эфире. Но они страдают. Они сидят. У одной ребенок. Ей век ребенок не нужен. Она теперь играет. А у нее ребенок. А его посадили. У нее малолетний ребенок. У нее посадили. Интервью берут эту пятилетнюю девочку. А мою маму посадили за что-то. Она сидит. Она скоро придет. А моя мама за решеткой. А я плачу. Представьте, как это действует на нервы людям. И весь народ на стороне этой девочки. У которой отняли мать. Она уже никакая не мать. Она все законы попрала. Теперь говорят. А если бы так они заскочили в мечеть Амара в Иерусалиме. И сделали. Ее бы только вытащили. И тут же по частям разорвали бы. Не кинжалами. Руками разорвали бы. Нам это надо. Мы христиане. Я понимаю. У евреев его просто вытащили. Сразу отрубили башку. И все. Здесь ничего этого нет. С ними аккуратно было. Поднимались ног. Их даже не побили. Там, может, за пределами храма. Кто-то им там где-то дернул за волосы. Они не знают. Ну и что я сделал бы. Я бы выбрал место, куда спрятаться. Раз я патриарх. Такие законы дают. Все, которые священники не достигли 30 лет, запретить. Все, которые не крещеные священники, три погружения, запретить. Полное погружение, чтобы было. И прекратить вот это безобразие. Нельзя открыть катехизические группы, эти группы катехизаторские. Ну, имя свое менять не стал бы. Я в честь Игнатия Ростовского чудотворства. А стал бы называться в честь Игнатия Богоносца. Ну, нашел бы какое-то место спрятаться. Иначе к вечеру стартовая мафия меня уже убила. И у меня реальная программа. Ее никто не берется выполнять. Она показала бы, как нужно делать. Все храмы я закрыл бы в один день. В храм не заходить, никому. А начать учить во дворе. И через неделю по одному, кто покажется, впускать священников. Церковь обнобилась бы в течение года. И людей было бы в 10 раз больше. У меня программа четкая, которую я в жизни выполняю. У них нет этого. У них деньги, они проворачивают, проворачивают. Это пульпа грязи через порог хлещет. Люди ничего не знают. Церковь так на потеху врага сегодня. На прихоти людей. Как одно из приложений для красивой жизни. Сфотографируйся, эпиграм взять. Расписаться. Нам нужно смотреть в Святую Библию. Будь мужественным, никого не бояться. Все. Если мы на это пойдем, да, будут люди. Приверженцы того, что ты делаешь. И будут враги. Вот священники здесь, они меня не видели. А всякими словами меня поносят. Нина это говорит. Ну, поносят, как они называют. Да сектанты там, говорят, какие. Я говорю, да он сказал, не я. Он меня не видал. Читать моего он ничего не читал. И поэтому, если бы я его решил привлечь к ответственности, по статье заскать. Я его привлечь по дизею. 129-я статья сейчас 2-я. Я его могу засудить. Мне это надо. Я могу сказать только одно благослови его, Господи. Пуста его источает мед. И мне хорошо от этого. Но я о нем что скажу, ему не проглотить. Он подается желчью полынной. Почему? А написано, собрав присвятеров, Павел сказал, Из вас самих, священники, восстанут лютые волки, нещадящие стадо. И будут говорить превратно, на выворот, чтобы он улечен за собой. Вот кто они такие. Они лютые изверги волки. А во мне они, Писание, не найдут ни одного слова. А я их одним местом пригвожу к позорному столбу. Это я им говорю. Большая часть священников погибает. Вот за столом сидят пять священников. Я говорю, трое задмут в аду. Гореть вечно. Это Золотовец сказал. А Серафим Саровский молился тридя и ночи, как будто все до дно погибли. Бог сказал, мне пощажу, не помилуй. Третий том, 601-я страница, на столе книги священников. Они лопаются о злости, когда им говорили. А сделать ничего не могут. Литература у них на столе лежит. Серафима Саровского не признают. Книга выпущена Патриархом Пименом. То есть все в их руках. Но у них нет мужества. Я им говорю, вы бесталантные. Как же она кончивает академию? А ты талантливый? Вы слова не понимаете. Мои таланты развиты, а ваши нет. И вы лишились их. Таланты развиваются там, где свобода. А вы рабы. Вы боитесь епископа. Вы боитесь... Откроешь 61-й страницу. Какой там? Третий. Четвертый? Третий. Третий. Открою. Открою, найди. И вы не можете развить таланты. Они не развиваются там, где препятствия. У вас вот стоит. Нужно смирить себя и отвернуться. Когда вот дух дышит где хочет. И он обречит о грехе, о правде, о судье. В описании к жизни и подвигу святого Серафима приводится много свидетельств благодатного дара прозрения, которым он пользовался для возбуждения в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления. Наши кавычки открыты. Господь открыл мне, сказал он, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во все его... Они не православную веру будут все довести, а это белый магизм. Как шаман стоит, машет, а что дым пускает, он не знает. Бог открыл ему. Это выпущена книга, его слова. Я это проповедую. Они обманывают народ. Гребут и гребут деньги лопатой. Им больше ничего не надо. Уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их. Они не соблюдают, а мы соблюдаем. Представь, три года готовят человека к окрещению, на озере, в полное погружение. У нас венчают венцы нагло. Сегодня венцы-то не надевают, а сзади держат, идут. Венчания-то никакого нет. Венчание, когда венок на голове. Хоть на стадионе, хоть одинаково. Они лгут до умов омрачения. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их, и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня. Книга свящая книга, они наши. Посмотри, выпущенная в каком году. Назови все данные. Настольная книга священнослужителей вместе со слов «Март-Август», номер 3, Москва. 79-й год. 79-й год, настольная книга. Издание Московской Патриархии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Сея Руси Пимена. Посмотри. А я говорю, а не злятся на это. Я еще раздлитесь, мужики. Я же вам очень считаю. Вы считайте это. Неужели так Серафим мог сказать? Сказал. Написано, Адаром прозорливость обладал, чтобы людей спасти от греха. А вы тонете и тонете дальше. Вы сравните то, что вы делаете в храмах. То, что служба, служба, служба. А службы ни одного слова нет. А вот еще вы слышали, он в Кузнецке лечит-то, который батюшка. Ну и как? В церкви в Зыряновской. Ну и что он там делает? Ну вы слышали про него? Не слышали. Отец Василий? Да. А, экзорцизм. А? Экзорцизм, говорю. А, это который отец Василий, наверное? Да, да. Это на самом деле он лечит? Видите как вот. Я там не был. У меня диск сего. Я его распространял. Может быть и лечит. Но как он говорит, вот, как интонация голоса там и все, ну я не знаю. Мне очень трудно дать правильную оценку. Я там не был. Но записанное на видео я это все видел. Не могу ответить. То есть это явление на месте надо просто смотреть. Это очень долго. Вот вылечился он, не вылечился. Вот допустим, ему стало легче, а может через день опять беснуется. Экзорцизм это слово придуманное. Здесь написано изгнание демона. И Бог награждает человека этой возможностью. Но это все связано с грехом. Отстают ли они от греха? Знают ли Писание? Зовет ли у них отец Василий к исполнению как точно заповеди Божьей? Мне все это неизвестно. И на эту тему у меня нет полных данных. Так я отвечу. Но если он излечивает, и так бывает, люди приезжают там, падают, то другое, лишь бы вылечиться. А потом на старые подвиги идут. Зачем? Пусть они объяснуются. Первое, что должно от них, это вера. Верующий, Господь спрашивал. Если веры никакой нет, никакого излечения, даже речи не должно быть. Пусть они мучаются, болеют. Это их участь, они ее избрали. Исцеление только для верующих. А неверующих, зачем им здоровье? Он пил одну бутылку, теперь две выпивает. У него как болезнь желудка удерживала. Так вот. То есть, не знаю. Судя по фильму, я нахожу там то, что не нравится мне. Вот это вот, как он кричит, как они там есть. Дальше он захватывает и мобильные телефоны, там не нужны, не говоря про интернет. Он все подряд гребет, как диамид. С этим я никак не могу согласиться. Там паспорта начинают, получили паспорта. Он не только изгоняет, он еще и проповедует. Не по бумажке. То есть, он твердо убежден, что он прав. Причем тут паспорта. Это считают электронные карты. Он обо всем этом говорит. Об этом уже сказано. Это не печать антихриста. Но принимать не желательно. Попробуй устоять. То есть, это те, касаясь моментов, где я определенно с ним не согласен. Всего я не знаю. Фотографировали все или не все. Тоже нет. Но я размножал его плюот. Я в диске размножал, давал другим. Показать, как действует бесовская сила. Думаю, что если бы со мной было так, то я бы в разум приходя туда не поехал бы. Я знаю, что грех не в этом состоит. Что я далеко от него. А грех во мне. Если человек вот болеет, так, беснуется, падает. Ян Златоуз говорит, родители готовы тащить его на вершину города, монахи. А когда сын нормально живет, учится в институте, ну, бражничает, выпивки там, вечеринки, пикники разные. Ну, развратищает в полную меру, как надо. Но он учится хорошо. Хороший специалист, инженер будет. Родители немало не беспокоятся. Вот тут-то и надо было плакать. А что он болеет, за это может награда быть от Бога. Бог допустил, как болезнь. У меня, вот были мы одной бабушки здесь, у нее глаз в детстве заболело, потом полностью вырезали глаз. Это ее крест. И беснование это тоже крест. Нельзя сказать, что бесноватые будут в аду все. Нет. Это не так. Причина какая, в чем заключается. У Яна Златоузца в первом томе шесть слов, посвященные монаху Стагирию. У него был друг, который близок был Златоусту. И он Златоуста слушал и перешел в монашество. А до этого просто отец там губернатор у него знатный. И как только стал монахом, и в это время стал бесноваться. Он спрашивает Златоуста, как ты? Я, говорит, спал и вижу, большая черная свинья на меня лезет. А я отбиваюсь. Она, говорит, в рот начала залазить и вся в меня залезла. Он встал, давай падать, кричать, пена с него пошла. А отец теперь, говорю, вот ваша вера, к чему она приводит. Иоанн Златоуст об этом говорит. Иоанн Златоуст изгонял бесов. Это был один из самых великих святых. Но это не помогало. Его возили к монахам, это не помогало. И тогда Златоуст пишет слова, посвященные монаху Стагирию. Звать его. Это от Бога, и ты должен все переносить. Наставить на своем не надо. В конце жизни, после смерти, ты получишь награду. Это все. Вот за это я дам, я проголосую. А как у отца Василия, не знаю. Как эти люди дальше себя ведут. Как это подтверждается, что они познали Бога. Но сказали, ну а внутренне, что еще, слушаешь, я думаю, не то. Я думаю, не так. На первом месте должна быть вера во Христа и в Святую Библию. О ней. И как он говорит, мне все это не подходит. Ну как не подходит. Я не наставлен так. По Евангелию. По Евангелию это не так делается. Что к одному месту возили. Там они падают, кричат, женщины. Она падает, валяется. Ну и пусть она падает, валяется. Это ее грех. Я детей 7 убила, 7 абортов. Причем тут я. И зачем ее исцелять? Она еще 10 раз убьет. Не надо ничего делать. Пусть она молится. Или там трифон оденут, крестит, крестит на груди, крестит, крестит. Вот так машет, крестит, крестит. А парень развалился в компьютерные игры. Доигрался и беснуется. А не бесноватые компьютерные игры. Все бесноватые. И программисты. Я его тоже видел. Но это вызывает просто сожаление, что люди доверяются так. Парень маленько себя пришел, глаза открыл. Вот видите, как помогло. Он тут же опять беснуется. Это как. У меня был один такой. В Анатолии стоит в церкви, чуть-чуть. Он начинает ухо там крестить, или голову там. Я решил пригласить домой. Лет 35 мужчина. Я говорю, а что с тобой? Говорят, беснуется. У меня бес большой. Я говорю, а когда он вошел? Я жене изменял. И когда у той женщины был, в самом акте блуда, я почувствовал, как тело мое все вздрогнуло. И я понял, я уже не тот, кто был. Он прямо в меня вошел. Вот и все. И он сейчас стоит, открещивается. Я говорю, ты не открещивайся, а закрещу, чтобы он не вылез из тебя. Он в тебе сидит, чего ты крестишь? Ты его просто не даешь ему вылезти. Другая была, учительница сильно кричала в церкви. Особенно Евангелие, когда выносят, она орет. Самая маленькая, худенькая старушонка. Я тоже с ней познакомился, ее пригласил. И тоже того я записал на манитофон. Я говорю, как с тобой это случилось? Она говорит, а учительница была много лет. И любила разные наряды. И у нее целый шкаф нарядов. Я однажды залезла туда уже, на пенсии будущие. Стала примерять платье. Прямо в шкафу, чтобы не вытаскивать. И в это время он в меня вошел. Я там начала объясноваться, я не могу вылезти шкафы. Я там сидела двое или трое суток, пока не приехали родственники. И оттуда не вытащили. И с тех пор я орую, я орую, не могу ничего. Всего ничего, платье любила. Другая, что-то с ней было, не знаю. Я делал печку и спрашивает, что это запущено? Это не наши, а бабушки наши. А что с ней было? Она начала ворожить, ворожбой заниматься. И он ей говорит, она начала уже привораживать, засушивать мужей, жен. И в это время ей этот дух говорит, ты должна слезти в погреб и найти веник. И она в погреб-то спрыгнула, а вылезти уже не дано было. И она ищет там веник, может быть, неделю. Никакого веника там нет, говорит, черного кота в темной комнате искать, когда его там нет. А родственники пришли, кричат, баба, да у нее где-то есть. Она из погреба приезжает, я здесь. Ее вытащили, что ты делаешь? А я веник ищу. А когда ты взял? До воскресенья. Так сегодня уже суббота. И она всю неделю этот веник там искала, на полном серьезе. Как она спала, ничего не известно. И теперь она орет стоит. Я встречался с этими людьми. А нужно ли мы исцеляться? Зачем? Один вопрос. Зачем? Она не изменилась, она та же и осталась. Если бы она покаялась, приняла Христа как своего спасителя и просила Христа, без всяких помощников бес бы вышел. Бес не может терпеть святости. Был такой спиридон Тримефонский. Там другие были такие святые. Он исцеляет. Подошел и говорит, бесноватый перед ним стоит. Экзорцизм. Никакого-то слова не знали. Он подошел, бес. Повелевает тебе, выйди из него. Бес как завопил. Не могу, жжет огнем. Бес в нем. Куда выйти? Куда выйти? Он говорит, разлинул рот перед ним. Входи в меня. Какое терзновение было. Я даже сегодня считаю, мне страшно. Я бы сказал так, входи мне. Я бы зубы зажал, рукой зажал. А он перед ним, это, парфейн, вообще, сурсер какой-то. Он зажал зубы, он говорит, входи в меня. Бес еще сильнее завопил, выскочил и больше никогда не появился. Потому что когда он раскрыл уста, рот у него полыхало, как плазменное пламя. Попаля еще, может, в миллионы градусов. И бес орал и вопил. Вот и все. Просто и понятно. Верующий в Господа Иисуса Христа. Верующий. Бесы, они иногда насмехаются над людьми. На женщину напал бес и показывает, что она беременная. И она в это верит. Ее врачи исследуют. Ну, нет, ничего. Нет, я беременный. Показывает. В самом деле, живот у нее растет. А он надует ее в бесто. И все. Дальше врачи снова ее начинают. Ничего нет. Она приходит в больницу в больницу. Врачам звонит мне время. Пришло рожать. Врачи берут. Какой рожать? У тебя ничего нет. Она говорит, есть. Наконец рожать. Я рожу только Иисуса. Так Иисус уже пришел. Она полностью рехнулась. Пятьдесятница. Я у нее дома был. Я знаю. Она никого не слушает. Валя Ушакова фамилия. Ну и кого она родила? Ничего она не родила. Мы уже стали думать, она нищая. И из храма там просила. Поздно приходила. Может быть, дорога где-нибудь попалась. Да и мало еще оплодотворилась. Но оказалось, ничего нет. Он просто и живот надувал. И все. Создавал вид, что рыбаки тащат дневот. А он им наполнял, прорывал. И они не знали, что делать. Другой раз в портную мастерскую зайдет. И они там прищут. А он за ночью оторвет им. Рукава, воротники. И в кучу всех сбросают. Они приходят. План не выполнен. Опять по новой начинают. И тогда к этому парфейни пришли. Говорят, ничего не можем сделать. Говорят, ну предприятие это рушится все. Он пришел, его помолился. Он без сатуры заорал и вышел. Теперь работают воротники на месте. То есть в житиях святых это все написано. Поэтому надо ли им это, я не знаю. Но если он не исправляется, то не надо. Какой окно? Ну ясно. Ну ладно, пообщались. Спасибо вам огромное. Вот так. Пойдем вам обучить. Вы что услышали, что касается лично вас, примите это к сведению. Обязательно. Вот я, представьте, у нас и в Азербайджане температура разная. У них 45 в тени, говорит, и то не всегда бывает. И чтобы она без рукавов была, хотя бы раз, никогда. И стоит она со своими студентами, она преподаватель в университете, звать ее Самира. Мы с ней переписываемся. Она меня учитель, отец, по-другому меня не называет. В Библии своих студентов водят в женский монастырь православный. Считают молиться по псалтыре и вообще невиданное. Говорит, мне уже три раза это не запрещали. А я, говорит, приделываю с ней, отец Игнатий, что меня Валентиной звать. Я говорю, Самира, ты приедешь, что ты покрестишься, будешь Валентиной. Вот у нас Татьяна Капустина. Ее рост и вес совпадает с нею. Такая она. И стоят с ней ученицы ее. Вода с ребенком. Как они одеты. Ну, как на иконе Богородице. Вот зайдем и покажу. И это, несмотря на то, что она в Азербайджане. Просто, знаете, надо себя томить. Так раздельцам, вот так вот ходить, это любой может. Пусть они попробуют, как я. Это я прочитал про японского. Когда обменивались, культурный обмен был учителями, учились здесь. И советский едет с ним. И ему ехать в Токио два часа. Он говорит, а почему ты не ближе здесь, около общежития? Он говорит, там дешевле. Я очень бедный. Ну, а два часа, я еду дорогу и учу. Он говорит, так такая духота. Ну и что? Это они с вентиляторами сидят. У них колорит. Пусть так попробуют, как я. У меня был характер. Игна она едет, застегнут на все пуговицы. И черный тетей, как у нас, ремесленников. Ну, этот, ты можешь дорогу расстегнуть. А зачем? Так может любой. Пусть попробует, как я. Я прожил в этом накале. Пусть попробует, как я. И никогда, даже ночью не расстегиваюсь. По полной форме. Солдат всегда солдат. Это помогает собранность во всем остальном. В моей жизни не было момента, чтобы я сказал, что это невыполнимо. Если от меня зависит. Еще не значит. Я молюсь Богу. Он и для меня все выполнимо. Я с Богом. Я все могу, укопляющий меня Иисусе. Вот они мои друзья. И вот мы едем. Этим никто не занимается. И мы только даем. Даем и даем и даем. Осталось сейчас немного. Шесть экземпляров. Ну, ясно. Если умножить на 12, это я не могу. 72 тысячи осталось. Ну, храни вас Бог. Храни вас Господь. Ищите Господа, написано, пока вам близко. Я вам рассказал о нашем пути. У вас путь может быть свой. Но, в общем, все одинаково. Это любовь от всего сердца к Господу. Всем умом, всем сердцем, всей крепостью, всей душой. И вторая запах ближнего, как самого себя. Я для ближнего должен открыть правду. Не лукавить. И хочу, чтобы со мной обращались так же. Если не начинает где-то кто-то хамить. Даже в заключении, в камере, я спрашиваю. Я какой повод дал так со мной разговаривать? Сразу вы посыдите. Я должен говорить только правду. А у нас все изолгал. Сверхи, производства, государства, правители. Все лгут. Страна огромной. Империя лжи. Империя зла. Это такой империи, как Рейган назвал Советский Союз. И такой империей является Россия. Но я русский. Это моя земля. Я тружусь, чтобы она была другой. А уж примет Бог, не примет. Я об этом меньше всего думаю. Все от Бога зависит. Но я в этом нахожу большое внутреннее наслаждение. Я делаю то, что развивает мои таланты. Что вас привлекает. Вам же не скучно было беседовать? Нет. Ну вот видите как. Я не солгал на игре. Я нормально, не выдумывал. Просто разговаривал. Как бы давая вам пример. Не то, что похвалить собой. Я хвалюсь моим Господом. Такой же я человек. И чтобы Бог вас благословил. Вы кое-что пересмотрели в одеянии своем. В занятиях. Приходить к ней. Ни нехорошие в этом деле. Она ревностная. И она не боится, что половики затопшие. Тут же секундно посидит. Таких же подруг найдите, которые желают. Кто-то останется, кто-то уйдет. И у вас будет монолитная группа. И дальше уже священника знать, помогать идти в храм. Все это кончится. И очень быстро. Как мы даже и не думаем. Настолько бурно развивается сегодня событие в мире. Да и в нашей жизни. Вот у нас три дня назад мы могли погибнуть. Мы все еще как будто на бою смерти стоим. Все сразу. Но Бог услышал с чьей-то молитвы. На Касану вы жили, да? На Втором Капитане. На Втором Капитане. И Алла там, да? Алла на Касану. Как? Недалеко. Алла на Касану. А в каких годах вы жили там? Мы приехали в каком году? В 89-м, да? А для мужчины волосы бесчестия. У него борода. Да. Это Библия говорит. Первое послание к Каринскому. Один из своих. У нас там главный. Да. И вот вы один раз услышали, иногда смысл, я бы говоришь, бороду брить не надо. А вот так, на работе, да нельзя, да где-то. Ты еще с Богом торгуешься, все ты делаешь. Ты один раз услышал, я на военном билете, я сижу с бородой. На военном билете. У нас есть ребят, служили вам, я уверен, с бородами. Их не тронули. Надо научиться доверяться Богу и соответствовать стандарту, который от Бога установлен. Мужчина должен быть в бороде, женщина не трогать волосы. И без плотка не ходить. Дома ты там можешь как, а как молиться, даже сразу на голову надеть. Женщина, молящаяся с непокрытой головой, постыжает свою голову. А мужчина, молящаяся с покрытой головой, постыжает свою голову. Это Божье усыновление. И женщина, да, волосы для нее как покрывала. И покрывала свидетельствует ее подчиненности. Мужу. Все, понимаете. Так они без плотка, так они не слушаются мужей. Это они прямо идут, афишируют, я мужей не слушаюсь. Она не говорит, но именно этот заключен об этом. Мусульманка идет покрытая, и она говорит, я слушаюсь своего мужа. Это есть такой фильм, сейчас ролик из него идет. Она молодая такая, красивая, и у колодца берет воду. Берет, а ведра там, где-то старообрядческое поселение, такие бодейки из дерева сделанные. И он пьет, бьет из бодейки, и опустила, и говорит, а ты красивая, он говорит ей. Она промолчала. Наверное, женихов отбоя нет. Она прямо, такую артистку подобрали, прям блещет красота женская. Она говорит, и как же это так? Так я же сосватана. 16 лет. Я же сосватана. Сосватана. А за кого же? Она говорит, за Еремию. А кто он такой? Так ты любишь его? А как это любишь? Родители сказали. Она не знает слова. И у меня Настю подругу сосватали тоже. А она за Терентьей идет. Так она его любит. Так кто же это спрашивает? А она тогда его спрашивает. А у вас же жена есть, наверное? Он говорит, нет, жены нет. Она прикресила. Господи, помилуй нас. Значит, умерла она. Да нет, не умерла. Как ты умерла? Окажешь, ты без жены. Да разошлись. Как разошлись? Ну, она нашла другого. Понравился. Другого. Так вы же муж ее. Как она это с ведрами уже поднимает ведра и на него. Да Бог дал, должна любить. Как она сразу скипела на него. Должна любить. О-о-о. Поднимает на себя. Племя Антихристова. Карамысло на шею и пошла. Племя Антихристова. Бог дал. Так должна же любить. Иуда Бенгур есть. Он спрашивает ее, она замуж собирается. Отец отдает еврейка. Это времена Иисуса Христа. А ты любишь его? Она говорит, я научусь любить. Понимаете, какие ответы, о которых сегодня никто не слышит. А он кто такой? А отец меня сосватал. Так и должно быть. Родители ищут, а не ты под забором отираться. Кого ты знаешь? Ты не знаешь ни родителей, ни его. За нее платятся огромные колы. Мы здесь ничего. Вырастили, отдали на поругание. И она теперь ходит с ребенком, одна мать-одиночка. На одну ночку. Как же это так могли? Я научусь любить. Какой ответ? А он уже полюбил ее, кто с ней разговаривает. А он самый богатый человек. И он ей говорит, если бы ты не была сосватана, дает ей понять. Она дальше ему отвечает тоже таким намеком. Ну, мы разные. Но так случилось, что его арестовывают по ложному обвинению. И через много лет они уже встречаются и опять. А любовь так и сохранилась. И он говорит, как жених? Жениха нет. Она отвечает. И ты одинокая. Она говорит, да. И спи. Эстер. Одинокая. Его Иуда звать. Иуда Генгоф. И они теперь сходятся. Его нет. Того жениха. Которого она надеялась научиться любить. А этого она любит. Любит для самозабвения. Она христианка. А он-то не христианин. И он желает отомстить тот, кто ему сделал зло. А тот начальник, там сказать, генерал римской власти. И он решает отомстить ему. Поднять восстание. И она говорит, этот волчий дух его вместал и перешел в тебя. Вот так вот шабдулась с него. И говорит, Иуда, я потеряла тебя. Такие слова. Такой наклон. И он сразу с нами лезет. Волк рождает волка. Зло побеждается не злом, а добром. Христос сказал, прощайте врагам вашим. Это Иуда Венгур фильм. Это может быть лучший фильм. 11 Оскаров только собрал. 11 Оскаров. Высшие награды премии. И дальше какая будет жизнь. Он тоже обращается к Богу. Ради этого стоит жить. Я научусь любить. А как же. Когда она сказала, что она полюбила другого. И земля ее носит. Она ему сразу говорит, земля ее носит. Да что же ей? Ух, племя антихристово. Муж живой, она с другим. И земля ее носит. Так она сама ушла. Он говорит, нет, вы же могли другого полюбить. И как, с самокруткой. То есть без воли родителей с самокруткой. У них и слова-то другие. Сама закрутилась. Да никогда. Мои родители выбрали Еремею. И я должна смириться. Будут дети, будет любовь. А что такое любовь? Насколько? Читаю крейсер, он же сонат Эльва Толстого. И Олег Янковский играет. О, лучшего произведения не найти по семейной жизни. Если не считали, посчитайте. А особенно фильм посмотрите. Крейсерова соната Эльва Толстого. Когда разговаривает, он говорит, любовь, на сколько? На ночь? На две? На месяц? Ну как? На всю жизнь? Такого, говорит, не бывает. Это потому, что две горошины в вазу сошлись вместе. Чтобы одна свеча горела всю жизнь. Это убыть не может. Любой мужчина любит красивую женщину. Независимо от того, какая у него жена. И дальше начинает говорить, если брак есть настоящий, он только у христиан. У верующих. А все остальное, это все выдумка. Похотливых самцов и самок. Много наложила я вам сегодня? У нас, и Бога. Оставайтесь с Богом, удачи. Так, вы хотите помолиться, чуть-чуть хотя бы. Попросите у меня какой-нибудь платочек, наверное. Да, Ведя, чуть-чуть. Мы попросим милости Ему, чтобы наше знакомство подлилось. А, сейчас подойдем. Это хорошо, что вы пришли. Вас никто здесь не обидел. Для вас наше сокровище было открыто. И Бог даст, может быть, в груду, а будем помнить в молитвах. Нина, дай им какие-нибудь покрывали. Независимо от того, что полотенце или что-то. Мы заботимся о вашей чести перед Богом. Поэтому я бы мог сказать, бабки, если бы этого не сказали. Но у нас по-другому. Мы все до мелочи должны исполнить. Мы не знаем, когда Бог отсутит от нас за нарушение. Там маленько, тут маленько, наконец ушли. Нигде и никак. Самый малейший. Я ни одной волосины не могу тронить. Бог так назначил. Все. Караски долой. Дритву долой. Немножко прикройте, я вас совершу молитву. Сыщем написание. Так вот отнимение надо. Вы даже выглядите сразу по-другому. Сразу красивее стало. Были красивые вещи. Мы сейчас поблагодарим Бога. Пускай стоит. А как им планируется? А нет, планируется не будем землями. Мы так. Боже, слава тебе. Отец Тебесный, мы просим во имя Иисуса Христа, услышав нашу молитву. Благодарю тебя за посещение сестер нас здесь. Если в этой беседе с чем погрешили мы, ты прости нас, Господи. А все слышанное доброе даст обильные плоды. Научи нас искать, слышать голос Твой, исполнять волю Твою и Святую. Распусти нас с миром. Помоги нам любить Слово Твое, Святую Библию, и поступать по ней. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим. Не снимай. Игорь Тихонович, встаньте-ка вот сюда. Вот сюда встаньте. Давайте встанем. А вы сюда. Нет, наоборот. Вот сюда. Ну и на фоне шкаф. Нет, вроде вот. Твои гости. Вот сюда вот. О. Мне куда? Ты посередине. О. Че, всех за гаражом причем? Ну подожди, ты сядь на стул. О, настоящий фотограф, как делай. Свет будет. Хороший фотограф. А нам полимать, что даже Сталин сушится. А вам свет не мешал, ребята. Без света будет хуже. Да, все. Не будет снимка. Не будет, да? Закройте. Включи свет. Сейчас я закрою. У меня вот это сплюшка. Закрыть надо. Закрыть там, закрой. Сейчас, подожди. Вы на свет. Игорь, вот это включить еще сильный свет. Ну вот это может быть, да. Вот это. А теперь с дожди свет. Вот как вышел. Дверь там закрыть может? Да, закройте. Так, закройте-ка дверь. Закройте дверь. О. Ну как? Хорошо. Сейчас этот свет. А люстру надо? Не надо. Не надо. Сергей, плечо. Так, еще. Можно улыбнуться. Вот так. Ну а вспышки-то и нету, как Шариков подпрыгивал от каждой раз от вспышки. Все. Помните, собачье сердце-то? Угу. И закрыты глаза. Ну, слава Божию, все. С Богом. Да. С Богом. А если не будете звонить, скажите, хорошо, побыли. Да. А мы расскажем. По славу Божию. Звоните. Желание будет, приходите. Хорошо. Занимался. Спасибо огромное. Мы в опасном путешествии просим поболиться о нас, чтобы Господь спас. Благословите, я пойду собаку посмотрю. Давай. Еще лучше. Ожил? Ожил, а то я уже оскорблен. Я еще вечером еще сходим. А, Боже, сходить покупаем. В машине духота, он, видать, из-за этого. Ну, там как в термосе, в машине. Понятно. Побольше покупать не должен ли, да, там еще есть возможность.